Так, вот у нас юбка полусолнца, длина у нас 93 сантиметра, радиус у нас 19,8, у нас всего ткани всего 2,5 метра. Нам надо узнать, мы пройдем вообще, вот с нашей длиной 93 сантиметра, потому что это радиус для солнца, мы поняли, что мы не проходим, нам нужно было большее количество ткани набирать, тогда я это убираю, чтобы сюда оно не... не отвлекало, да, берем нашу вот эту линейку закройщика, вот эти вот деления, да, и вот от стола, вот так вот, ну, на тетрадке меряем, да, нам нужно с тобой получить 2,5 метра. Так, сейчас я посмотрю, можно сейчас в общий вид взять, потому что я сейчас сюда буду сдвигать, сейчас просто примеряем это расстояние, вот это вот 120, да, вот, так, Саша, смотри. Смотри, вот 120, теперь тетрадку не двигаем, вот, и здесь, смотри, вот так вот, вот так вот, 120 и 120, вот метр 2,40 и еще 10 сантиметров, вот так откладываем, да, вот, ровно 2,5 метра, да. А ширина нашей ткани, давай узнаем, сколько сейчас будет, мы измеряем просто ширину ткани, вот так вот, и у нас, у нас 74,5 сантиметра, да, вместе с кромкой. Ну, кромка мы чаще всего будем врезать, ну, давай померяем с кромкой. Ага, 74,5 умножаем на 2, у нас 149 сантиметров, да, и ширина 149 сантиметров, да. Ага, главное, не сдвинуть мне вот эту вот, мою тетрадку, да. Ага, сейчас я уже чуть-чуть взглянула. Ну, вот, и вниз мы откладываем с тобой вот так вот под прямым углом. 149, да, и тут у нас 120, да, сейчас, 120, и еще 29, да, вот, и вот тут то же самое сейчас сделаем. Вот у нас 120 с тобой, сейчас, и еще 29, тут же деления мелкие есть, да, вот. Так, и теперь берем и соединяем, и соединяем вот эти линии. Сейчас мы все с вами конкретно рассчитаем. Вот, мы полностью развернули ткань, получили 2,5 метра. Так, еще раз проверяем. Так, было 120 и 29, это 149, а 10, 120, 120, это 240 и 10 сантиметров. Вот, ровно 2,5 метра. И теперь, смотри, с этой вот точки мы отмеряем с тобой наш радиус, который равняется 19,8, да. Давай, мы сейчас, мне главное вот эти вот ширины, насколько мы проходим. 19,8, вот, да, мы как бы он пунктируем, сейчас радиус рисовать. И сразу же нашу длину 93 сантиметра. Ну, давай, с припуском пускай будет 94. Вот, 94. Это она сейчас вот туда вот так пойдет, да. По-моему, мы проходим. Смотри. И даже если я с этой стороны сейчас тоже буду вот так же рисовать, а в итоге, если точки А, которые я вам говорила, нам нужно всего 114 сантиметров. И с этой точки пересечения мы тоже вот так рисуем 114 сантиметра. И смотри, вот наша юбка солнца проходит. У нас еще вот такой огроменный выпад будет. Вот она. Видишь, вот тут сюда, вот тут сюда. Здесь вот такое вот будет полусолнышко. Такая же самая деталька будет здесь. Ты просто более полный вид возьми. Тут чуть-чуть отойди, потому что так непонятно, что там происходило. Так, не видно. Так, Сашу можно не снимать. Вот, да, вот тут вот у нас сейчас полусолнышко. Ну, вот. Все, мы прошли, и у нас еще будет выпад на что хочешь. Можем их вот так ставить. Это я перепроверила. А можно даже, наверное, их... Вот смотри, 114 нам нужно, да. Так, это получается можно... Как еще по другому способу можно было проверить. Так, у нас длина 93 плюс наш радиус 19,8 плюс 2 сантиметра на боковой шов и плюс где-то сантиметр на низ. Всего 115. А 115 умножаем на 2. 2,31. У тебя 2,5 метра, даже если мы будем одну так детальку рисовать и тут же рядышком вторую детальку. Вдруг у нас будет там ворс или там бархат, бельвет, что-то такое. То есть мы можем даже по одной длине. Но у нас вообще ткань без разнооттенка, это габардин. То можно спокойно и так крыть, и так крыть. Ну, в общем, сейчас мы с тобой одну детальку краим, ее вырезаем, а потом ее накладываем на другую сторону, тут же накалываем, чтобы потом можно было сострочить боковые. И тут же вторую детальку вырезаем. То есть вообще счастье в жизни есть. Ну, вот это я изначально показала более сложный вариант. Например, когда вот, ну вот сейчас мы будем с Сашей рассчитывать, влезем мы или не влезем. То есть вот таком вот образом не надо никакой там кусок бумаги. Там можно на ткани, можно в тетрадке, можно на бумаге. Вот таким образом можно еще рассчитывать, видеть, сколько надо набирать тканей или еще чего-то. Продолжаем наше полу солнца. Оно у нас длиной до пола. Мы сейчас сложили в два слоя ткань, да, скололи вот здесь сейчас по кромке, перепроверили ту часть, что у нас точно там проходит по припускам. И краи мы сейчас вот здесь вот на нашей доске, да, мы экономим максимально выпады ткани. И сейчас от радиуса, вот, чем еще удобно, потому что линейки нет такой длинной. Ну, может и есть, но вот у нас есть, например, сантиметровая лента, это вот таки жесткая. И очень удобно ею наводить. Вот смотри, он нам только книжный, посмотри, книжный книжный, потому что 94, что-то у меня вот здесь. Ну, вот книжный, может, я там где-то прямого. Да, давай теперь дальше. Тоже там четко к линии радиуса, да. И вот так вот рисуем с двух сторон, да. Так, так, да. И теперь чуть-чуть там отклоняем. Вот только, смотри, вот тут вот такое вот движение надо делать. Видишь, что, да, она ровненько будет ложиться. И с одной стороны, вот тут смотри, вот она тут, эта линия есть, ты ее с одной стороны и с другой стороны рисуешь, да. Опять, там достаточно отклонения в один-два сантиметра, чтобы получать вот эту нужную нам длину. На производстве, когда кроят, то есть уже готовые, заготовленные выкройки, по которым даже сразу намечается длина. Длина здесь, на самом деле, не будет четко ровная. Вот в этом месте идет максимальное растяжение около 45 градусов. И здесь будет максимальный провис по переду и по заду. И эти же провисы сразу же по растяжимости ткани вносятся закройщиком или конструктором модель. То есть здесь будет она, например, на один-два-три сантиметра чуть-чуть выше и плавно к боковым сходить. Потому что здесь долевая и там долевая, а здесь максимальное растяжение. Особенно у шифона, это вообще отдельная тема. Поэтому у нас ткани, на самом деле, вот вроде бы у вас у всех габардин, но у нас у всех разной толщины, разной мягкости. Ну, хоть она не стрейчевая, но все равно по ощущениям можно даже понять, что он разный. Поэтому мы всю эту длину будем на вас потом корректировать уже, когда мы полностью пошьем нашу юбку. И пришьем пояс, пришьем молнию и пуговицу, там у нас в данном случае будет с пуговицей. И только тогда я на вас, ну, оденете юбку, и я на вас буду обрезать низ, я покажу, как это делать. Точно-точно по всей вашей выпуклости фигуры, там под попу, под бедра, под животик и все остальное. То есть это все только исключительно на вашей фигуре. Можно будет ровнять на столе или под линейку. Ну, в общем, будет отдельное видео, как это делать. И теперь мы с тобой вот этот дон навели. Сейчас мы будем закалывать булавочками и вырезать. Да? До самого конца. Вот. Так же само будем параллельно внизу вот тут накалывать по припуску, здесь. Сразу же зафиксируем вот этот кусок, который остался. А вот, что может что-то мы еще из него будем тут же сразу же кроить. Хорошо? Пока пауза. Вот смотри, либо мы вот так сейчас будем поднимать вот эту ткань, либо мы ее лучше сдвинем, а потом будем резать. Потому что поднимать можно какую-то, ну, деформацию какую-то сделать. Ну, и все равно антирастяжение мы все равно вот так вот заворачиваем. И вот так вот режем. Видишь, когда край зафиксирован, очень приятно резать. И тут теперь с этой стороны. Помнишь, я говорила, что будем сейчас обрезать, со стороны припуска будем держать. Ну, здесь лист уже как-то получается подвезть уже, или дойти до нашего низа. По поводу ножниц, кстати, вот, тоже, да. Желательно, чтобы длинное лезвие было. Не короткое, а длинное. Ну, вот такие вот еще савдеповские. Тоже потрусите ваших там близких, бабушек, мам. Наверняка у кого-то еще остались такие ножницы. Их надо только заточить, смазать, почистить и все. Там очень хорошего качества. Тут мы можем даже с тобой сразу наметить наш пояс. Да? Вот, и теперь я вот чуть-чуть. Еще раз услышиваю вам по поводу... Вот вы наметили юбку. Все сделали. Вроде уже готовы кроить. Ну, все, у вас и время есть, и все остальное. Пожалуйста, подложите на столе, оставьте. Идите, попейте кофе, чай, поговорите с подругой, сходите в магазин. Потом через часа два придите. Еще раз перепромерьте вашу аллю. Еще раз перепромерьте вашу длину. А только потом кроите. Это касательно вообще любых вещей. Потому что бывает такое, что проще... Как я могла об этом забыть? То есть, вот, в такой момент, смотрите, очень интересно. Здесь лучше вот именно вот запринуть вот так держать. Тогда вы точно-точно ровно обрежете. И все очень красиво. Вот так все сейчас мы вырезаем. Все. Вот у нас выпад остался. Мы сейчас раскроем сразу же пояс. Смотри, у нас талия 62, да, делим на 2. Это 31, да, половинка. 31 мы прибавляем 1 сантиметр. Это нашивание между поясами. 2 сантиметра припуска мы с тобой планировали припуски на самой юбке. И потом давай еще дадим 5 сантиметров на то, чтобы... Ну, там, на самом деле, где-то 2-3 надо будет. Ну, на всякий случай. У вас будет вот с этой стороны застежка, да, на молнию обыкновенную, юбочную или брючную, да, такую среднюю. Потом она будет до талии. Дальше у нас идет пояс, а на поясе будет петелька с бутылочкой. Хорошо? Да, теперь вот сюда. Более сложный вариант, конечно, на потайную молнию, но это уже, наверное, пускай будет вторая юбка, потому что мне там надо показать вам еще. И смотри, мы сейчас с тобой рассчитываем ширину пояса. Я тебе рекомендую не больше 3 сантиметров в готовом виде, да? 3 плюс 3 это 6, 7, 8 по сантиметру припуски. Вот у нас тут как раз с тобой есть. Вот так вот определяем 8 сантиметров. 8. Ну, я уже от этого сгибаю, но почему бы нет. Сейчас вот тут уравняю, что-то чуть-чуть. Чуть-чуть. Мы даже его сейчас разрезать даже не будем. Мы сначала продублируем ткань фрезелином, а только потом, чтобы она разрешена. Так, вот так, чтобы она ровно пролежала. Намечаем нашу линию. И длиной у нас, смотри, 31 плюс 1, 32, 34, плюс 5, 39 длину, да? Ну, это только половина, да? Это только половинка. А у нас с другой стороны вторая половинка сейчас уже будет. И вот так кладем ровно 39 сантиметра. Отделяем. Под прямым углом ставим нашу линию. Вот так вот сюда. И скалываем и вырезаем. А потом будем подкраивать сейчас фрезелин. Сейчас покажу, расскажу. Вот тут не разрезай сейчас. Просто вот так вот, да? И все. Хорошо. Все, пауза. Так, теперь мы приступаем к раскрою фрезелина на наш пояс. Очень важно раскраивать фрезелин или дублерин по долевой. По долевой и по длине нашего пояса. Чтобы предотвратить растяжение. И увеличение пояса, и все остальное. То есть у фрезелина, как у дублерина, есть долевая. Вот тут она по кромке будет якобы идти долевая. А вот где нам резали, вот смотри, как она. Как она расходится, да? Вот эта вот часть. Теперь что мы делаем? Откладываем, поскольку у нас здесь с тобой было 8. Да, долевая всегда идет вот так. Она даже иногда очень видна вот по вот этим вот. В данном случае здесь не видно по полосочкам. А вот здесь очень хорошо видно, смотри. Видно, видно. Вот смотри еще полосочки. Видишь? Вот это точно будет долевая. Вот. Да? Вот так. Вот так. Да? Так, еще раз вам напоминаю. Когда покупаете фрезерин или дублерин, очень аккуратно залазите в рулон, где оно смотано. Вот так рукой со стороны, где клей, где шершавое, так сделали. И очень аккуратно вот так руку протянули. Если вы на руке не обнаружили клей, значит вы берете этот фрезерин или дублерин. Если есть, то не покупаем. И в другой магазин идем, ищем то, что нам надо. Да? И теперь вот тут 16 сантиметров мы вот так отмеряем. 16. Да? И вот так вот. 16. Да? И проводим линию. Вот эту длину, которую вот здесь намечаешь и вырезаешь. Хорошо? Так же самое с Сашей, там все же самое делимся кусочками. Смотрите, еще такой важный момент. Вот ткань темная. Конечно, в идеале был бы фрезерин или дублерин в цвет. Но реально в нашей жизни бывает, что есть только вот так, вот так и вот так. И все. Бывает сейчас дублерин и есть в цвет. Там трикотажный, там есть разные оттенки. Но тоже иногда можно не найти в цвет. Поэтому желательно максимально подгоняйте, подбирайте по цвету, чтобы мы когда сделали петельку, когда мы ее пробили и разрезали, чтобы вот, например, контрастное белое точно нельзя ставить. Серое тоже. Но хотя бы черное менее будет видно. Да? Единственное, вот у сервинас вот такого цвета ткань. Тут что ни положи, все равно будет видно. Ей бы, конечно, было бы хорошо сделать потайную молнию в данном случае. Но мы посмотрим по раскладу, как мы что там будем делать. Хорошо? Все. Начинаем наматывать на шпульку нитку. Смотрите, как на вашей машинке по инструкции, как что там происходит. Я вот так вот прижимаю, видишь, вот так, и наматываю. Вот давай делать так же. Намотали чуть-чуть. И вот так поставили. И придвинули. Для данной машинки больше ничего не надо. Просто нужно нажать на педальку и наматывать. Единственный момент, когда быстро едешь, все равно придерживая вот так ручкой. Сейчас не видишь, что в какой-то момент он будет подлетать. Может быть, может быть. Видела? Может слететь. Чтобы не улетела. Придерживаем. Сильно-сильно намного нитки не надо. Ну, хотя бы где-то половинку шпульки нам недостаточно. Все. Пауза. По поводу выбора машинки. Мои девочки очень часто спрашивают, что я рекомендую. Рекомендую фирму Жаном Фэмили. Это одна и та же фирма. Если мне еще эта фирма будет платить бонус, я буду очень счастлива. Ну, она действительно реально лучше всех. По бразеру есть нюансы, еще по Минерве есть нюансы и все остальное. Но вот Жаном Фэмили самое лучшее. Так. Потом, что я еще рекомендую? Смещение иглы, чтобы было. Вот здесь смещение влево, да? А здесь посередине, да? А если еще смещение будет вправо, вообще замечательно будет. То есть вам очень легко, хотя бы одно смещение влево есть. Легче будет делать отделочные строчки, например. Вот это количество этих разных строчек, как бы, ну, смотрите, по толстоте своего кошелька, но они, в принципе, особо не нужны. Вот мы за все время там 2-3 строчки только пробовали, все остальное это так. Для красоты. Ну, можно, они, конечно, хорошие, красивые, но они ну, редко когда используются, если вы только творчеством каким-то не занимаетесь, там, например. Ну, вот. Желательно, чтобы машинка была петля-автомат. Не полуавтомат, а петля-автомат именно. Потому что тогда идет вот такая вот лапка, которая вы сможете спокойно одним нажатием делать петлю, она сама вперед и назад сделает ее так по кругу. То есть, лучше петля-автомат. И потом, что я еще рекомендую, чтобы был шпульный колпачок вот так, как здесь. Вот так выглядящий. Есть еще сверху, я его не рекомендую. Вот тут вот, знаешь, как заправка идет сверху. Я не рекомендую, потому что при вот, как у меня сейчас заправка челнока, я могу регулировать натяжение нижней нити, а когда челнок идет сверху, там нет возможности отрегулировать натяжение. Может быть, она как-то и регулируется, но она может сбиваться. Но я как бы не оценила такую возможность. Она мне не понравилась. Может быть, конечно, легче, проще засовывать шпульку и все остальное. Но я считаю, что должен быть шпульный колпачок. Там есть возможность регуляции. Вот. А так, тут смотрите, насколько хватает вашего кошелька, то и покупайте. Единственный момент, еще я, ну, в меньшей степени рекомендую электронные машинки, потому что, например, у вас выключили свет, а вам надо срочно прострочить. Например, она вам может вообще не прострочить. Или вы взяли чуть-чуть поплотнее ткань, совсем, ну, какую-то пальтовую. По идее, она должна строчить пальтовую ткань. Но компьютер, если это будет компьютерная машина, она может сказать вам, опа, я не делаю такого. Вы что, я только вот по операциям и все. А механика, вот эта механика, она вот переставляется это все механически, она практически все будет делать. Вот. Ну, вообще плотные ткани, сильно плотные, на таких машинках бытовых не делается. Делается на производственных машинках, ну, где они попрочнее, где они точно везде все железные. Ну, и они будут выдерживать большие объемы. А, ну, вот это, как бы, для домашнего пользования, в принципе, очень хороша машинка. Вот. Ну, если бы более большие, как бы, плотные ткани, кожа, замша, мех, то там, конечно, ну, мех мы вообще на скорняшке делаем. Вот. Ну, в общем, вот такой вот расклад. Делывали машинки. Давай. По поводу плотного джинса, когда мы подшиваем брюки, мало того, что мы, когда два раза подгибаем эти брюки, мы еще приутюживаем с изнаночной стороны, иногда еще молоточком я показываю, как отстукивать вот эти вот шовчики. А вот эту машинку даже не вздумайте класть плотные джинсы. Вы просто ее сломаете, эту машинку. Ну, пальто надо смотреть, какой плотноты ткань. А так, вообще, это вот такие, вот такого плана машины, там, родомы, там, производственные машинки, то есть вот такого плана. Чайка берет? Ну, вот эту дорогую, хорошую машиночку не надо, под нее толстенный джинс класть, иначе вы, ну, может, она и прострочит, но, может, после этого она как-то расшатается. То есть, вот, ну, либо производственная машинка, либо там отдаете кому-то, кто может это сделать. Поэтому вот смотрите по поводу вот этого. Вот она же хорошенькая, она все-таки бытовая, она не производственная. Она в большей степени рассчитана на такой костюмно-платильный ассортимент. Если пальтовая ткань, ну, такая она мягенькая, не плотненькая, точно не сукно, точно не толстенный драп. Вот, то есть, старайтесь. Ну, для домашнего пользования она великолепна, просто. Просто великолепна, она держит вот этой машинке, она у меня, по-моему, 12-го года, а вот сейчас уже ей 5 лет, великолепно. Она прошла объемы ателье, на ней шили огромное свадебное платье, где было, я не знаю, сколько километров строчки, но она великолепно это все выдержала, ну, реально, не знаю, сколько километров строчки. Это мое свадебное платье, где мы 500, сколько там было, было ткани 50 метров при ширине 3 метра. И мы разрывали, вот эти полоски, их настрачивали, настрачивали на мою юбку с хвостом, таким, как водопадом. Ну, можете вконтакте посмотреть, там есть эти фотографии, это платье выставлено на продажу. Вот можете посмотреть, мы это делали на этой машинке, вот эти все, ну, в общем, она выдержала, она молодец, она хорошая. Все, теперь обрезаем ниточку, да, мы сделали вот такое движение назад, в этой машинке не надо ничего здесь подвигать. И теперь открываем внешнюю часть, вот так, да, и достаем челнок, вот, да, здесь была предыдущая нитка, мы ее вот так достаем, наматываем, то же самое, вот, да, и вот так вот, да, вставляем против часовой стрелки будет идти разматывание нитки, видишь, против часовой. Почему против? Потому что вот здесь вот пазик, вот, оп, это же он обязательно вот здесь будет, посерединке, между вот этими двумя дырочками, да, все, вот так вот сейчас. Вот, и мы, получается, берем за вот эту шторочку, отгибаем ее, и вот здесь есть пазик, вот ниже, ниже поставь, вот там вот, видишь, дырочка такая, вот эта дырочка, носик должен попасть в эту дырочку, вот так. Когда только мы попали в эту дырочку, только после этого я закрываю эту шторку, никак не по-другому, смотрите, чтобы оно вот здесь прочно стояло, потому что бывает, девочки, заправляют, она что-то перестает шить, или сразу я слышу звук, какой, говорю, так, говорю, давай проверять, что там, как заправили, да, вот оно должно быть цельно, оно не должно прокручиваться, болтаться и все остальное. Вот, вот так мы закрываем, но в обязательном порядке мы, когда вставляем сюда челнок вот этот, иголка должна быть вверху, в таком положении должна быть иголка, да, и теперь мы вот так закрываем, да, и полностью закрываем нижнюю часть. А теперь заправляем верхнюю часть по инструкции, там, смотрите, вот у нас шаг один, шаг два, вот этот рычажок в обязательном порядке вы должны видеть перед заправкой. И если что, вы на себя поворачиваете колесо, на себя, вот так вот, на себя, и он тогда выходит, да, потому что если вы его не видите, вы можете как-то заправить. Может получится правильно, может нет, потом машинка не будет строчить. То есть разные моменты, результаты бывают, но поэтому как бы старайтесь не пренебрегать этим. Если что, вот в машинках чаще всего есть автоматическая заправка, я уже привыкла в вес, поднимаем лапку, держим за вот эту ниточку, и на себя колесо проворачиваем один раз, и достаем таким движением нитку, да, вот мы ее достали, да, и туда обе ниточки вот так отложили и убрали. А вот здесь, если присмотреться, посмотри, как у нас замоталась нитка вокруг иголки. То есть вот в таком положении она даже очень плохо тянется, и вы не должны начинать строчку. То есть мы опускаем вот эту вот, да, ниточку, распускаем, а только потом вот так отодвигаем назад, можно даже чуть-чуть вот так подтянуть, и в начале строчки всегда рычажок у нас вверху, мы его видим, только после этого мы начинаем строчить. Начинаем теперь, приступаем к тому, что мы сейчас будем делать качественную строчку, да, сейчас будем тренироваться вот так вот всегда, когда вытягиваете из машинки, вот так в бок старайтесь, да, обрезаем, да, я вот эти тоже все ниточки обрежу, да, очень хорошее приспособление режики, не надо целые ножницы тягать для того, чтобы обрезать вот эти ниточки маленькие. Как мы начинаем? Вот давай вот так, да, начинаем, например, нам нужно здесь сделать закрепку, закрепка делается длиной сантиметр, да, опять же я вот так наматываю 2-3 раза на пальчик, да, вонзаю где-то на миллиметр от края или на 2 иголочку, да, и придерживаю, делаю сейчас вперед 5 стежков, где-то примерно 5 стежков, вот 5, да, вот теперь можно отпускать вот эти ниточки, вот ход назад, реверс, да, нажимаю на эту педальку и машинка будет идти назад, вот она пошла назад, и столько же вперед, вот теперь получается на одном месте мы 3 раза прострочили, это и есть закрепка, да. И теперь дальше, что мы начинаем делать, в данном случае у нас тут нету никакой ткани, вот здесь, я буду сейчас тянуть за ниточки, здесь за ниточки, а здесь за ткань. Посмотри, какое движение интересное. Для стачивающего стежка нам нужно размер 2,5 мм всегда, никак не по-другому, ни 3, ни 4 мм, ни 1 мм, а 2,5 мм. Сильная мелкая строчка, она не даст качественную строчку, она может затянуть ткань, побить ее и даже дырки наделать, вот, а сильно большая, она повреждаемая, можно даже чуть ли не ногтем иногда за нее зацепиться, это только отделочная строчка, то есть и то, может быть, иногда как-то мы будем манипулировать. Вот, а теперь что мы делаем, мы делаем вот здесь складку, да, вот, видишь, я сделала вот так складочка, вот складка, да, и вот здесь вот так складка, да. Начинает тянуть ткань, но не помогая машинке. Вот видишь, я растянула, а машинка сама по себе строчит, и я рукой строчу вот прямо к ней, да. Ну, тут маленькое расстояние, мне сложно тебе показать, мы сейчас будем боковой прострачивать, мы еще раз это заснимем. Вот, давай сейчас просто попробуем еще раз построчить, чуть-чуть слегка натягивая и делая в конце буквально вот эти вот закрепки в районе сантиметра, да, потому что мы сейчас будем сшивать наш пояс, вот так, это мой пояс, да, наш, где пояс, вот пояс, да. Что мы делаем перед тем, как сейчас будем его сострачивать? Мы с тобой его складываем лицом к лицу и накалываем нашими булавочками, вот так, да, вот так вот параллельно срезом, да, вот так вот этим, которые мы будем притачивать. Это перпендикулярно строчке. Да, перпендикулярно строчке всегда. Да, и мы так еще накалываем, чтобы мы могли строчить вот между двумя проколами булавки, то есть мы будем сейчас строчить на сантиметр, да, вот здесь мы делаем закрепку, до низа зашли и опять делаем закрепку, то есть это будет выглядеть вот так, да, поднимаем, да, лапку убираем, да, обрезаем нитку и смотрите, старайтесь, вот смотри, вот покажи сюда, чтобы вот этот рычажочек был всегда вверху, если он будет внизу, вы вроде бы все выставили, все начинаете шить, а у вас раз и верхняя нитка убегает, потому что рычаг находится в нижнем положении и он должен подняться и захватить часть той нитки, которая у вас вот здесь будет, и она будет убегать, да, чтобы этого не случилось, всегда в начале строчки старайтесь, чтобы вот этот рычажок был вверху, а здесь у нас есть рейка, видишь, на ней намечены все вот эти расстояния, вот сантиметры, да, мы заходим сейчас на саму ткань, где-то на 2 мм, а края срезы мы поставляем вот сюда, вот к этой сантиметровой шкале, да, вот полосочка такая, и опускаем нашу иголку, намотали опять вот на пальчик, сделали там 2 стежка, в данном случае лучше убрать вот эту вот булавку, потому что она может делать нам либо некачественный шов, либо просто поломаться, ну в общем, когда закрепку делайте, старайтесь, вот пару стежков просрочили, закрепили и булавку убрать, она может помешать нам, вот, вперед, да, 5 стежков и обратно делаем, только старайтесь строчить идеально в строчку, не возле, не как-то криво там, а точно вперед и назад четко по одной линии строчки, да, и опять я вот тяну вот за вот эти ниточки, да, но когда мы тянем, я просто там удерживаю эти моменты, когда мы тянем, у вас всегда иголка внутри стоит, всегда-всегда, вот я тяну, да, чуть-чуть, растягиваем, мы спокойно будем ехать с вами по булавкам, не бойтесь этого вообще, сейчас только последнее я уберу, чтобы она нам не мешала, и делаем опять ход назад, и ход вперед, все, вот таким образом у нас вот получилась наша строчка, видите, вот, вот здесь, вот здесь, да, все ровненько, все красивенько, все нас устраивает, все, и теперь обрезаем под корень, да, эти ниточки, потому что у нас уже закрепка есть, нам больше уже ничего не надо, здесь немножко был неровный срез, поэтому я его корректировала строчкой, да, все, наш пояс сшит, теперь мы будем заниматься боковыми. Смотрите, мы вот прострочили наш пояс, но не увидели, что у нас, оказывается, здесь совсем были кривые срезы, даже я это не заметила, видишь, он не совпадает этот пояс, нам нужно сейчас эту строчку распороть, да, и заново сейчас восстановить вот эти прямые углы срезов и просрочить заново, как распарываем строчку, берем вот так вот, надсекаем линию, вот так вот, да, с одной с другой стороны режиками и подтягиваем вот эту ниточку, тут просто вот эта закрепка ее сложнее, но вот смотри, берем вот так вот и тянем, можно даже чуть-чуть больше подпороть вот этих ниточек, да, вот чуть-чуть больше и берем вот так вот, по ходу строчки вот так срываем и теперь вот здесь делаем такое движение и с этой стороны раз срываем, вот она, видишь, очень хорошо все порится, у нас даже, по-моему, есть видео, как оверлок расправить, да, есть, да, оп, оп, да, вот, тут поддеваешь режиками, видно хорошо, тут просто темно, да, да, здесь вот так вот, да, все, и всегда нитки полностью вынимаем, никогда ни одной нитки не оставляем, ну, то же самое здесь, вот, видишь, да, почему так не сделай, да, а теперь с этой стороны просто поддеваем, все, вот мы распороли наш шовчик, да, теперь давай поддеваем и давай посмотрим, что же у нас тут произошло, складываем вот так ровненько срез к срезу, видишь, один такой, другой такой, я же думала, что там все ровненько, вот там и складывала, я тоже думаю, ага, вот, смотри, вот здесь точно вот этот срез хороший, ровненький, да, опять же мы фиксируем, вот сейчас лежит все хорошо, даже здесь, по-моему, под прямым углом, вот эти две линии, два среза, да, скалываем и так же самое сейчас с тобой сострачиваем на машинке, да, если сложно, можно намечать линию мыла, да, или вот здесь есть речка, которую мы с тобой пробовали, вот давай сейчас попробуешь сама, и теперь мы будем обметывать наш пояс только с лица и только по одной стороне, а вот где у нас была сострочка, да, вот этих шов, вот так в разутюжку делаешь, хорошо, просто выправишь их перед тем, как вставить на подверлок, смотри, у нас на вот этой вот последней двух катушках идет больше всего расход нитки, на первых двух меньше всего, да, и когда стараетесь строчить всегда, вот смотри, видишь, эти белые ниточки висят, вот эти вот, да, мы берем, находим нашу катушку, да, и берем вот так вот складываем вместе и связываем, да, вот так вот, да, и так каждую ниточку берем, поднимаем, связываем вот так вот, да, вместе, и как петелечки такие делаете, да, вот так каждую из катушек, сейчас покажу, как мы будем протаскивать, если что-то на ней, так вот заправлено, сейчас мы ее сделаем, так же вместе, и последнюю, четвертую, так, сложили, так вот, оп, все, а теперь смотри сюда, как там дальше, пожалуйста, режем сюда, мы начинаем с того, ну, включаем свет, поднимаем на себя, все колесо на себя, и вытаскиваем вот эти первые две ниточки из иголок, да, не видно, что тебе сзади, да, вот так, видишь, вот, случайно поднялась вот нитка, видишь, обратно ее вставляю, да, обрезаем вот здесь, да, и обрезаем вот вот здесь, вот, убираем, а теперь поднимаем лапку и начинаем вытаскивать нижние две нитки, если у вас нитки дартак, все пройдет как по маслу, единственный момент, вот тут, смотри, помогите пройти вот таким вот движением этим ниткам, особенно вот там узелки по вот этим вот натяжителям легче проходят, если ты ручкой вот так поднимаешь, помогаешь, единственный момент, надо проверить, вот здесь бывает, залетает вот эта нитка сюда, она здесь не должна быть, поэтому мы ее убрали вот сюда, ну, тут все должно быть, как вот здесь по инструкции, да, вот вы меня спрашивали по поводу о верлочной строчке на обыкновенной вот этой вот машинке, вот с ними, которую мы сейчас только что сострачивали, там, в Жаном Фэмили, вот, и рассказывают, что есть оверлочная лапка, оверлочный шов и все остальное, эта машинка физически не может имитировать оверлочный шов, она просто это такой более сложный зигзаг, в ней нет тех петлителей, вот покажи здесь, которые здесь, здесь вот тут есть, видишь сколько тут всего, вот оно и дает вот этот вот оверлочный шов, а там физически не может быть в той обыкновенной прямострочащей машинке, да, то есть, это просто вот такой ход для того, чтобы покупали эти лапки и все остальное, то есть, может, она более просто красивая, но она не дает того качества шва, который дает обыкновенный оверлок, это просто такой вот, ну, как-то, не знаю, бизнес-ход, там, еще что-то там, в том числе и по поводу вот иголок трикотажных, да, хорошие они, тоненькие, все остальное, но мы в редких случаях, когда мы будем строчить трикотаж на обыкновенной машинке, да, берете вот этот нос, ну, как бы вот эти пинцетики и все ими вот так вот притаскиваете, да, то есть, в редких случаях мы на обыкновенной прямострочащей машинке будем строчить трикотаж, а так мы в основном, это оверлок и вторая машинка, это распошивалка, потому что швы должны быть растяжимыми, а обыкновенная прямострочащая машинка может сделать, ну, даже просто не всегда нужно растягивать и можно растягивать трикотаж, чтобы сделать отделочную строчку, она может, во-первых, и стрелки сделать, и побить дырки, или еще что-то, да, трикотажная иголка в меньшей степени, конечно, это все сделать, но не всегда это надо, лучше всего делать отделочные строчки, если вам надо на трикотаже, цепным стежком тот, который есть у нас в распошивальной машинке, вот это идеальный вариант, вот это, как бы, самое оптимальное, вот, оверлок, распошивалка для трикотажа, а все остальное, ну, тоже для костюмного, оплатильного ассортимента, вот, и мы вот так заправили, и сейчас делаем холостой ход, все, вот, смотри, она начала закручивать, вот, все, закручивается, все, ну, это достаточно, мы обрезаем вот эти вот нитки, да, и теперь подставляем наш кусочек ткани, да, подняли лапку и приставили вплотную к ножу, вот ножик, вот он, да, и мы вплотную к нему ставим, или по вот этой вот рейке, но на самом деле даже на миллиметр дальше этой рейки, в сторону вот сюда вот, где вот она заканчивается, потому что, если вы вплотную к этой рейке, у вас получается не вплотную прилегает обмёточный шов к срезу, и начинаются такие пушистости, которые нам совершенно не нужны, вы когда обмётываете, вы фактически стараетесь даже в большей степени, вот реально нитки обрезаю, да, даже если есть возможность даже миллиметрик срезать, тогда будет очень хороший качественный шов, видите, как я делаю, вот он, когда срочите обмётку, ну, обмётываете срез, вы всегда вот сюда смотрите, вот сюда, вот в это место, ну, все, все остальное вас не интересует, потому что она все за вас там все сделает, не надо здесь не тянуть ничего, просто направляете все, все, сделаете такой вот холостой ход, и обязательно посередине разрезаете, здесь минимум 5 см, здесь минимум 5 см, потому что когда мы будем делать круговые линии, нам нужно будет заправлять верлок, я покажу еще, и давай просмотрим, что у нас с качеством шва, переплетение нитей у нас должна быть вот тут вот на срезе, да, то есть фактически, вот тут, видишь, чуть-чуть что-то, вот оно, сейчас посмотрим еще на прямом кусочке, то есть вот это лицо верлока, оно всегда должно быть с лицевой стороны ткани, да, а вот это изнанка верлока, да, и вот у нас переплетение, вот в принципе строго по срезу, чуть все хорошо, качественный шов, мы его оставляем, давай еще раз попробуем напрямую посмотреть, потому что там закругленный шов, могли быть какие-то нюансы, давай здесь сейчас посмотрим, да, вот так вот, смотришь, я миллиметрик где-то срезаю, вот опять вот так вот, да, смотрим, что у нас здесь, ну все хорошо, все хорошо, все, теперь твоя задача поездить на верлоке, в прямом смысле слова, и почувствовать педальку, машинку, ножик, как его устанавливать, да, значит, нам нужен квачек, есть видео на ютубе, как его изготавливать и все остальное, мы его пока сейчас мочим, замачиваем, вот он намок, смотри, теперь мы его сбиваем, и теперь в таком положении мы его всегда будем держать вот так, в принципе, вот то, насколько он сейчас намок, нам предостаточно этого, так, теперь что мы делаем, мы берем наш пояс и начинаем разутюживать вот этот шовчик, в общем-то паром мы будем редко когда работать, очень редко, вот я взяла, да, мы сбили его, я вот так два раза провела, все, вот этого, этой воды предостаточно для разутюжки, да, главное сильно не мочите, иначе если шов будет мокрый и влажный и еще и горячий, он подвержен любым деформациям, растяжением, да, это я его три раза намочила, поэтому, вот, а так лучше всего еще и лаптем вот так фиксировать, все, лапоть тоже, как заготавливать, тоже есть видео на ютубе, смотрите, как заготовить лапоть, прижимку и квачек, там это все есть, вот, да, что делает лапоть, он своим весом придавливает, остужает и фиксирует форму, то есть он весь жар входит в лапоть, ну, допустим, в стол, ну, вот в основном лапоть, да, все, вот, хороший шовчик, пожалуйста, тесно, чуть-чуть пробилось, ну, если чуть-чуть будет еще оставаться след, я буду его убирать, покажу потом как, и мы начинаем делать формировку нашего пояса, так, только я это делаю вот так вот, да, начинаем с тобой, с того, что мы опять намочиваем воду на квачеке и вот так вот, мочим, без пара, да, уравниваем вот здесь срезы, да, вот так вот, и вот так вот начинаем, уравнивая срезы, приутюживать и начинаю я оттягивать вот эту вот линию, смотри, здесь я буду сутюживать, ну, наезжать просто утюгом, а здесь я оттягиваю, ну, хорошо прижимаю утюг, прям с давлением, с таким, а мы сейчас сформируем наш пояс, чтобы он лучше прилегал к нашей талии, чтобы сверху было меньше, чем снизу, да, чтобы сверху, у нас же зрительная талия всегда уже, видишь, вот так вот, и наезжаю, а то, что сейчас где будет выходить наш пояс из-под утюга, я буду фиксировать лаптем для фиксировки, до фиксирования края и остужения, так, вот сейчас смотри, видишь, я тут оттягиваю и делаю движение вот сюда вбок, и вот таким образом я его формирую. А вот этого больше по длине не получится. Да, будет, мы его осноровим сейчас, да, вот так совмещаем и подвигаем, ну, держишь время, а здесь смотри, видишь, уже вот лаптем я прихожу. Давай сейчас здесь пока остановимся чуть-чуть, сейчас он дофиксирует, бывают такие ткани, что бесполезно делать формировку, он просто не сформируется, потому что она нерастяжима вообще никак. Ну, мы все равно пробуем это делать, в крайнем случае мы просто его приутюживаем, совмещая вот эти вот срезы. Да, вот теперь бегом, вот так, раз и лаптем. Остужаем, фиксируем, можно держать руки, можно не держать. Это чтобы не кроить кое с дугой? А если у нас полоска или клетка, как мы дугой его раскроем? Ну да. Если у нас геометрия? Нет, мы его не раскроем. Вот он идет в такую формировку. Если у нас очень узкая талия, мы это делаем. Если у нас талия, ну, просто как талия, мы просто можем заутюжить и все, можно вот эту формировку как бы, ну, как-то опускать, эти моменты. Вот, внутри, вот она зафиксировалась. Но я буду перемещать тогда, когда она полностью остынет, потому что если она не остыла, вот эта форма может сейчас разлететься. И чуть-чуть вот так перемещаю вниз. Опять намачиваю, показывай, намачиваю квачек, сбиваю его, да, и рисую. Я этим сейчас и отрабатываю шов оверлока, его вот так вот, да, и приутюживаю оверлок и формирую пояс. И все сразу получается, да, вот здесь. Уравниваю срезы и начинаю опять же тут тянуть, а там сутюживать. Здесь тянул, а там сутюживаю. Здесь тянул, а там сутюживаю. Так. Оп. Вот сейчас пока останавливаюсь. Здесь можно. Даже уже это отутюжил, ну, как бы тут уже она как бы зафиксированная форма была, но все равно, пускай там лежит лапоть. Опять здесь тяну и туда вот в бок заворачиваю, вот сюда, в эту сторону. Опять складываю вместе, тяну, да, складываю вместе и тяну, как оттягиваю вот этот шов. Оно даже после стирки не уйдет, эта форма, потому что мы ее сейчас зафиксировали и еще и придавили лаптем. То есть обычно эта вся утюжка, влажно-тепловая обработка, она остается навсегда, на всю жизнь в юбке. Есть вот еще один момент, можно еще более хитро фиксировать вот эту вот формировку. Я вам покажу, когда это надо будет. Там строчится посередине пояса со смещением и прикладывается какая-то ткань, которая нерастяжимая, там где-то сантиметр-два длиной. И тогда навсегда фиксируется вот эта вот утюжка. Но это делается после формировки. Ну, понятно, я тебе вкратце так рассказала. Кому нужно будет, ну, будем обязательно в порядке делать видео, я покажу. Будет это видео на ютубе, так что следите. Каждый день выкладываются на ютубе видео. Кстати, можно задать мне какие-нибудь там каверзные вопросы, например. Очень жду. Вот сейчас оно остывает, да, сейчас окончательно форма закрепится. Мы специально сейчас не делаем паузы для того, чтобы вы видели примерное количество времени, сколько оно должно остывать и сколько будет эта форма фиксироваться. И вы потом научитесь чувствовать эти все моменты. То есть каждую ткань нужно будет по-разному. То есть для пальтовой ткани, для более рыхлых тканей чуть-чуть больше времени будете давать для остывания и фиксирования. А для тонких тканей меньше. Ну, в принципе, вот, и все. Ну, средняя растяжимость получилась. Видишь, вот она линия какая. Все-таки она же неровная. Да? Вот она. Вот ровная линия. Дугой, да? Дугой, да? Дугой, все, нам больше ничего не надо здесь. Еще можно вот здесь слегка. В общем-то, вот можно вообще оставлять и больше его снимать. Ну, вот тут что-то какая-то легкая волна. Давай мы ее сейчас чуть-чуть вот так примутушим. Сейчас мы заснимем еще, как боковыми работать, как мы их будем сейчас обрабатывать влажно-тепловой обработкой. И обязательно лаптем, обязательно. То есть он у вас должен быть сделан. Лучше, чтобы вот была сменная вот эта вот часть белая, которую вы будете снимать. Ну, распорите вот где-то здесь, распарывайтесь, стирайте. Все, теперь пауза. Смотри, видно, вот мы прострочили строчку, и у нас все-таки нижняя нитка вот здесь видна, где стежок входа и выхода, видишь, видна здесь нижняя нитка, а здесь сзади не видно. Вот я сейчас попробовала с натяжением поиграться, не хочет она ничего делать вот здесь. Я сделала уже даже не 3,5, а вот так. Но ниже я не рекомендую делать натяжение. Все-таки давайте сверху оставляем 3,5. И если уж совсем никак у вас ничего не получается, то можно залезть вниз, достать челнок. И вот это вот колесико, ну вот это вот болтик, да, можно и режиками, вот так, по часовой стрелке, вот видишь, он почти посерединке, да. Давай мы его сильно не закручивайте, потому что будет очень сильно... А, все, я думаю, зачем ты второй поезд делаешь. Это вот так вот, сильно, если будет, еще очень сильно затянем. Тут буквально вот микроповорот, если получается делать. Знаешь, как я еще делаю? Ну, или потончайший вулк, или вот так разгибаю вот эти вот режики. Вот так вот поворачиваю. Оп, видишь? Давай сейчас вот так, может, чуть-чуть больше, чем половинка. Вот так. О, я думаю, этого достаточно будет. Опять вставляем против часовой стрелки, да, попадаем вот сюда, вот в пазик, вот сюда, да. О, на самом деле, вот вы когда держите, она вот так должна не падать вниз, да. Вот сюда поставили, да, попали в эту хвостик, в дырочку, да. Доложили сюда ниточку, задвинули, да. Режики тоже восстановили, потому что сейчас они нам приходятся, да. И давай прострочим теперь сделать, да, окончательную, вот, качественную строчку. А, точно. Ага. Так, проворачиваем на себя колесо достаточно много раза. И вот так заправляем туда. Ставим. Вначале всегда придерживаем, наматываем на палец два-три раза. Хотя бы два стежка. А, да, что-то опять происходит там с ним. Сейчас посмотрю. Растягиваем, да, чтобы качественную строчку делать. Когда тянем сюда иголка внизу, то есть там ссылка будет в конце видео, но тоже на качественные строчки. Так. О, смотри, как хорошо, да. О, а теперь здесь даже сильно затянуто, видишь. Здесь отпустить можно вверху. Ну, затянуть даже больше. Ситуация поменялась. Я, наверное, сильно зажала, все-таки там надо было максимум на миллиметр зажимать. Не этот самый. Так, хорошо. Давай тогда мы вот так поднимаем. Нет, вверх мне лучше не было. Я просто чуть-чуть больше, чем планировала. Зажала. Сейчас тебе покажу. Видишь, я его чуть-чуть вбок. Не ровно посерединке, а чуть-чуть вбок поставила. Давай вернем, потому что он сильно перетягивает. Вот ровно посерединке. Вот так сейчас его поменем. Вот ровно посерединке. Вот микро-микрон на самом деле. Вот этих машинок лежаном достаточно, чтобы... Ну, это все убираем. Видишь, она там намоталась, да? Убираем вот это вот все. Просто сильно рано досталось все. Так, поставили. Хвостик, ниточка. Устанули. Устанули, достали ниточку, да? Установили наши реже. Сейчас такая холостая строчка. Просто качество смотрим. Можно там не придерживать этой строчки. Как микро-матывание, посмотри, что он делает. Община, как будто там что-то... Ага, видишь, что даже предыдущая строчка, видишь, какая-то косая какая-то была. Ну, здесь уже получше. Давай все-таки почти на четыре, смотри, я вот тут вот делаю. Почти на четыре. Давай вот даже до четырех, вот так вот, да? Вот, и сейчас дальше... Сейчас буду разбираться. Вот, хорошо. На одном-то же месте, да? Нет, ну что-то там с механизмом происходит. Ну, не помню, что. Давай паузу ставь. В общем, предлагаю все-таки все достать из машинки, почистить более детально, скрупулезно и смазать ее. А потом дальше будем смотреть, что дальше делать. В крайнем случае, если у меня ничего не получится, то тогда буду вызывать мастер. Потому что вот эта плохая строчка с другой стороны, когда она рвет. То есть, либо кусочком таким, можно кисточкой специальной, которая идет в наборе. И вот эти механизмы, где они вот тут проворачиваются, вот там. И вот здесь я их все-таки смажу, хоть несмотря на то, что она под гарантией. Все остальное, вот мне даже сам механик говорит, что все равно где-то раз там три месяца, полгода надо смазывать механизмом. Все-таки вырабатывается. И даже несмотря на то, что там централизованная идет смазка, даже вот здесь нужно дополнительно присмазывать все. Смотрите, даже верхнюю часть я вот тут сейчас раскрутила. Буду сейчас хорошо все окончательно чистить и смазывать. Ну, естественно, потом мы холостой уход делаем машинки на кусочки. Вдруг, если какое-то масло осталось на механизме, чтобы оно осталось на кусочке, нежели на потом ткани нашей. Особенно на белой. Можно потом пожалеть об этом. Так, все, вот полностью раскручу. Просто неудобно одной рукой. Так, сейчас вот это вот сделаем. Вот, сколько там махры, видите? Много-много махры. Берем там чем-то, протираем. На самом деле, вот у меня когда-то давно была подольская машина. Она у меня тоже начинала выделываться тогда, когда там было просто много махры. Особенно култюнов. Там они буквально, если вы каждый день шьете, то они накапливаются буквально там максимум за две недели. Даже, бывает даже и раньше. Особенно если вы пальто пошили. Ну вот, ну не на такой машинке, другой. Там очень много чего. Даже можно вот этот механизм раскрутить, посмотреть, что там. Ну, в общем, сейчас будем тут все полностью. Главное, обратно так же самовскручивайте. Или, если вы не уверены в себе, вызывайте мастера. Строчить наш боковой шов. Но перед тем, как строчить, мы должны наметить, насколько мы должны не дострочить с одного из боков. Нам сейчас тут все равно, с какой стороны. Вот, вот у нас линия, к которой мы будем прикладывать в дальнейшем потом обработанную молнию. За сантиметр мы будем сострачивать наш пояс. Мы кладем к ней вплотную. А здесь мы от этой железной закрепки на молнии, где-то на 0,5 поднимаем вверх. Вот. И будем до сюда строчить. Вот, все, тут больше ничего не надо. И теперь мы с тобой приступаем к прострочке наших боковых. Убираем тенечки вот так. Я тут просто точно посередине отрегулировала положение иголки. Точно посерединке. И смотри, поскольку вот у нас здесь должна быть закрепка, но мне вот так будет неудобно строчить, да, то я предлагаю вообще не делать здесь так таковую закрепку, потому что часто она у вас плохо получается. И бывает, что как потом в готовом изделии, вот прям как вытрепка такая вот идет. Чтобы устранить эти все моменты, я просто предлагаю вам начать строчить, например, на 10 сантиметров ниже. Без закрепки мы начинаем строчить по линии, доходим до этой точки, поднимаем нашу лапку, но иголка внутри, поворачиваем и идем прямо до конца, до низа и делаем закрепку. Но вы обязательно, когда идете второй раз, вы идеально по строчке идете. Чем еще это хорошо? Например, у вас тончайший шелк, шифон. И здесь сделать вот эту закрепку, чтобы не скукожить вот так вот ткань, не стянуть, очень сложно. Поэтому сделайте переход туда-сюда. Мне кажется, это, ну, даже начиная это делать на габардини, вам легче потом будет. И она будет прочная, потому что мы-то перешли аж целых 10 сантиметров. И здесь у вас для крепости там и удержания швов, то есть у вас все равно 20 стежка здесь будет. То есть я считаю, что можно так. Никакого здесь нарушения технологии нет. Так, теперь ставим, да, вот эту ниточку пониже, которая, да. Опускаем нашу иголку, держим наши вот эти вот ниточки 2-3 раза, тоже их там наматываем себе на пальчик. Буквально там два стежка делаем, придерживая, да, все, можно их отпускать. Но здесь мы начинаем уже тянуть, вот опять же, вот это движение. Сейчас я лучше покажу, как его делать. Видишь, я не помогаю машинке сточить. Да, поднимаю, поворачиваю. И сейчас идеально строчка в строчку пойду. Давай сейчас уберем вот эти вот булавки, которые нам уже не нужны. Вот, и сейчас крайне важно мне идти четко по этой линии. И я буду смотреть сейчас на линию, которая вот сюда вот идет. И все, тоже чуть-чуть слегка растягиваем. Чуть-чуть вот так. Не спеша. Если на вашей лапке есть регулятор скорости, вообще великолепно. Ну, не на лапке, а на педальке, на машинке, да. Все, а теперь смотри, вот очень важный момент. Ага, тут начинают раскалываться булавки. Давай мы их восстановим. Видишь, все здесь очень правильно у тебя наколото. Молодец. Как раз то, что я говорила, перед строчкой, после строчки выкол. Как раз между вот этими, между проколами идет наша с вами строчка. Занимайтесь. Строчка. И наша булавка удерживает для крепости и правильности там все остальное вот нашу строчку. Да, вот мы берем теперь. Тут делаем вот такой вот сгибчик, да. Вот здесь, да. Растягиваем, но не помогаем машинке строчить. Я строчу четко до пальца, да. Вот смотри, на одном кончике задержалась иголка. Я на себя поворачиваю колесо, да, на себя. И вонзаю ниже, то есть посередине иголку. Только после этого я начинаю опять натягивать и опять строчить. Но я растягиваю между двумя пальцами. То есть смотри, вы иногда забываете про вот эту вот руку, вот она. Про вот эту вот руку забываете и начинаете тянуть относительно иголки. Даже ее вот так иногда отпускаете, вот эту руку. Это неправильно. И сразу же у вас будет мелкая строчка и некачественная строчка. То есть вы должны всегда контролировать этот процесс. От начала и до конца вот так растягиваем, но машинке не помогаем строчить. Мы просто растягиваем ткань и все, больше мы ничего не делаем. Да. Вонзаем иголку вниз, да. И так вот до конца мы будем строчить. И ни в коем случае вот так вот, когда вы подходите сюда иголкой, ну, как бы лапкой, иголкой сюда вот к руке, никогда вот так вот не отводите. Вот так, да. То есть видно вот. То есть вот так вот не убирайте. Вы этим опять портите как бы шов и делаете его некачественным. То есть вы должны строго до пальчика вот эти. Еще раз показываю. Натягиваю. Все, да. Отпустила. Поставила иголку вниз. Опять натягиваю. Опять иголку вниз. Опять натянула. Мы же перед этим настроили нашу машинку на качественную строчку. То есть мы спокойно строчим. И все. Тщательно. Опять натягиваем. Опять. Делаем пакетку. Все. Подняли. Подожди. Подняли. Отвели в бок. Обязательно отведение в бок. И обрезали вот эти вот наши ниточки. Сейчас мы просматриваем равноту строчки. Все ли нас устраивает. Если все устраивает, то мы с вами обрезаем вот эти вот нитки. В начале, которые были тоже под корень. Помните, мы без закрепки начинали. Переходили там 10 сантиметров. Все. Вот один боковой шов у нас с тобой готов. Мы сейчас с этого бокового шва можем снять булавки. И приступать к строчке на втором боковом шве. Все то же самое. Только здесь мы в начале делаем закрепку. Тянем. И потом в конце делаем закрепку. И все. А потом идем на верлок. Хорошо. И формировать пояс. Вот там, где молния, мы с тобой берем и делаем в разутюжку шов. Да? А там, где нет молнии, мы сделаем в заутюжку. Поэтому я рекомендую вместе обметывать швы и заутюживать их. Не разутюживать. Разутюжим там, где молния. Шов, который является вместе обметанный и вот так вот заутюженный, более прочный. Вот так. Чем он вот так вот разутюженный. Там просто у нас выбора нет, где молния. А здесь, вот видишь как он? Под натяжение идут вот эти. То есть он менее качественный. Ну как, ну чтобы менее, но может случайно что-то там с ним. Зачем нам так себя подставлять? Даже в юбке полусолнца. Так. И что мы делаем? Здесь мы все всегда обметываем по лицу. Да? Где у нас в разутюжку шов. А второй шов мы будем с тобой обметывать со стороны передней половинки. Я сейчас тебе вот сразу намечу. Просто где-то молка там должна быть. Сразу намечу, где у нас будет перед. Смотри, у нас застежка должна идти вот так вот. Вот это передняя. Слева. Слева, да? Значит, справа будет у нас вот этот боковой шов. И, значит, мы будем заутюживать с тобой на заднюю половинку. Вот здесь у тебя должен идти лицо оверлока. Значит, с этой стороны ты будешь обметывать. Да? Потому что мы будем заутюживать назад. Да? Просто вот тут сверху будешь идти. А здесь у нас мы в разутюжку. И вот так вот. Да? По лицу. Опускаем. Подпредвигаем вот сюда вот к этим вот ниточкам, где иголочки. Да? Вот так вот. Да? И нажимаем. Да? И смотрим только вот в это место. Где-то максимум миллиметрик не притягиваем. Вот так не притягиваем. А здесь вот так раздвигаем, да? Этот шовчик. Вот когда он у вас припустит где-то полтора-два сантиметра, даже лучше два сантиметра, вам легко здесь проходить в разутюжку. Но будет у вас сантиметр, будет очень сложно. Но он будет вот это вот, сама лапка будет плохо пускать вас это сделать. Еще какой момент. Смотри. Всегда смотри, что у тебя здесь внутри. Чтобы случайно вот так вот не попало на ножик. Это очень печально. Видишь, до самого низа все то же самое делаешь. И с другой стороны. И потом второй боковой шов. И все. Вот мы начинаем утюжить наш боковой шов. Намачиваем квачек. Сбиваем. Обязательно сбиваем. И смотри. И вот так вот мочим. Много сильно не надо. Мы должны сначала шов приутюжить. А потом мы будем его разутюживать. Вот. Берем, ставим. И вот так просто приутюживаем. Наша строчка, которая прострочена на самом изделии. И оверлок, который мы сейчас обметали срезы. Он сейчас станет более плоским. И единым целым, грубо говоря. Вот здесь уже это видно. Вот тут уже, видишь. Плоско все. Мы пока просто приутюживаем. Вот здесь, смотри. Я когда положила нашу юбочку. Вот здесь ровно. Видишь? Вот здесь ровно. Да? И следовательно, эта линия выкладывается ровно. Нельзя как-то там вкрик ее. То есть у вас на 10 сантиметров вот здесь должно как-то ровно лежать. А только после этого вы начинаете приутюживать вот этот шов. То есть вот сюда заходить нельзя. Видишь, здесь легкая такая вот фалда какая-то складка идет. То есть туда мы не имеем права становиться утюгом. Иначе мы сделаем какую-то деформацию. Зачем оно нам надо? Вот смотри. Этот шов и как этот вылетит? В общий объем бери. Так оно не видно. Сейчас. А вот тут, где переход. Ну вот давай. Вот. Видишь? То есть обязательно перед тем, как утюжить, разутюживать или заутюживать швы, мы всегда должны приутюжить. Приутюжить. Если вы вот нарушаете технологию и начинаете сразу разутюживать, значит будут некрасивые швы, плохо отработанные, некачественно пошитые вещи в итоге. То есть в обязательном порядке сначала приутюживается, потом заутюживается. Но в трикотаже там немножко другая обработка идет. Мы что-то вообще никогда не будем утюжить. Вот приутюживать мы просто вот сверху ставим. А заутюживаем мы куда-то шов направляем. В одну из сторон, которую нам нужно. Разутюживать, это вот так вот. Припуски на две стороны в разутюжку делать. Чуть-чуть. Вот тут даже можно без лаптя его. Вот он сейчас остынет. Можно только еще движение остывания делать. Теперь мы берем нашу колодку. Она, кстати, есть тоже в ВКонтакте в группе. Стоит как товар. Можно ее заказать. Потому что без нее вы нормально не отутюжите. Как такой обыкновенный боковой шов. Очень сложно утюжить брюки. Практически невозможно. И, естественно, рукава. Это просто супер помощник. То есть я без них не работаю. И мы начинаем делать разутюжку. Чуть-чуть помещаемся. Вот посерединке я ставлю. И начинаю тоже. Мочу квачек. Покажи еще раз. Взбиваю. Взбиваю даже еще больше. И здесь сейчас буду работать одним лепестком, грубо говоря. Ну, который мне тут, например, нравится. Ну, литр мя. И тут совсем должно быть чуть-чуть воды. Видишь, я один раз провела. Один раз провела. Дальше я не веду. Потому что я буду вот этот участок утюжить. И его же фиксировать лаптем. То есть дальше пока не идите. Ну, в данном случае это габардин можно и так утюжить. Сразу придавливая привуски. Вот если сейчас останутся отпечатки-ласы, я покажу сейчас, как их убирать. А так я иногда даже утюжу только ребром утюга. Особенно боковые в брюках, в юбках, в платье. Я даже вот так вот полностью не ставлю наш утюг. Там тоже отдельное видео будет. Тоже смотрите. Вот, видишь, отпечатки остаются. Это нужно очень быстро убирать, пока оно все горячее. Вот тут лаз нет, просто были легкие отпечатки. Потому что, вот видишь, я начинаю под ним уже утюжить. Он начинает приподниматься. И теперь смотри, вот так вот. Ребром утюга еще раз формирую. Ставлю наш лапоть. Вот так вот. И начинаю вот тут придавливать, а здесь чуть-чуть подтягивать. Формирую таким образом. Шов, чтобы он точно хорошо лежал. Но особенно вот эту оттяжку я сейчас внизу буду делать. Сейчас покажу, как это делается. Вот так будут у вас хорошие, качественные швы. Тут хороший, качественный шов начинается с кроя. Потом с хорошей, правильной прострочки с растяжением. Потом с верлака. Потом с приутюживания. А только потом с разутюживания. Если где-то что-то было нарушено, то есть хороший шов не ждите. Если у вас изначально криво, а вы в крое неправильно долевую там установили, или что-то как-то не досмотрели, то есть это аукнется уже в готовом изделии. То есть тут все друг за дружку. Каждый наш пошаговая обработка юбки, она где-то будет аукаться потом. И вот смотрим. Вот остыл. Можете рукой проверять у нас остыл. Здесь у нас, в общем-то, нет этих отпечатков. Но мы все равно проверяем вот здесь. Отпечатков нет, лас нету. Ну вот эти белесость такая с той стороны, с лица. Беленькие такие отпечатки. Опять сбиваем. Сейчас попробуем полностью. Сильно много не... Вот сейчас покажу, как я, например, это буду делать. Если нужно будет... Да, края мучуга. Вот я, смотри, специально поставила так, чтобы вот тут изделие туда ложилось. И смотри, я не дохожу до оверлока, вот здесь утюгом. Не дохожу. И здесь я не ставлю. Я только фактически утюжу, только вот так. Вот так. Ну вот, чтобы не было дальнейших лас и всего остального, можно сразу и так делать. Досушиваем, да. То есть, если видим, что шов у нас какой-то недосохший. Градус утюга у вас надо было изначально проверять на ткани, на кусочки. Здесь не тройка стоит, здесь двойка где-то 2,2 вот так вот стоит. Сейчас я его досушу, он будет горяченьким. И сейчас я его буду фиксировать и оттягивать. Видишь, у меня рука сейчас все время под напряжением. Я ее удерживаю, эту сторону не ставлю, а фактически только вот этим вот стороной кутюга. Ну вот, в принципе, достаточно его даже так на половинке. Здесь я могу вот так придержать рукой. Или вот так вот. И вот так чуть-чуть подтягиваю. Но это только так мы делаем прямые швы. Это у нас юбка полусолнца. Когда будет юбка с боковым швом, с боковой вытачкой, такая вот плавно выпуклая линия, то мы будем немножко по-другому утюжить. Не так, как сейчас. И вот так, как я сейчас держу, так делать будет нельзя. Иначе мы просто растянем боковой шов, он будет у нас деформированный, да, и будет как вот присборенный такой. Это только с прямыми. Это, например, боковые швы брюк, шаговой шов брюк. То есть просто я сейчас вам показываю, как качественно делать прямую линию. Ну, сейчас я еще вот так ее положу. Тут можно было сразу. Просто вот это стандартный лапоть для утюжки вообще всего. Но можно заготовить себе чуть длиннее, например, для вот таких больших длинных швов. И здесь еще то, что я вам еще раз повторяю, что качественный шов будет зависеть от того, насколько мы качественно еще прострочили строчку. Насколько мы тянули, когда мы строчили, в обязательном порядке. Да? Насколько качественно у нас тут оверлочный шов был прострочен и не затянуты строчки от оверлока. Ну, в принципе, вот достаточно. И сейчас проверяем, как вот он смотрится с лицевой стороны. Достаточно нам всего вот этого для меня. Так, если мы поднимаем юбку вверх, то держим ее вот так, чтобы она у нас не растянулась. У нас она еще не обработанная. Смотрим на наш шов. Вот хорошо. Видишь, он струится как. Нигде ничего, ни заминки, ни лосинки. Ну, в смысле, ни ласа, ничего. То есть, вот он должен быть вот таким. Если вам нужно набить руку на вот это вот все дело, да? И так же самое мы должны будем сделать сейчас второй шов. Этот посложнее делать, а тот, который за утюжку, полегче делать. Но то же самое. Сейчас я давай тоже заснимем, потому что там сложновато будут. Положили, положили вот так, да? Смотри, вот так вот протянули. Видишь, вот так. Вот, ровненько. Вот не здесь должно быть ровно, а здесь должно быть ровно. Тогда и эта часть будет ровно лежать. И вот так вот провели, да? Это мы приутюживаем второй боковой шов. И начинаем приутюживать. Медитируем. Да? Сразу. Момент такой. Ничего, когда утюжим, не надо ничего вот так оттягивать. Ничего. Ни стой, ни с этой стороны не тянь. Он просто лежит, мы его просто приутюживаем. Приутюжили, да? Одеваем теперь на нашу колодку. И начинаем заутюживать. Мы же изначально уже поставили, где у нас лицо, да? Куда мы будем заутюживать. То есть мы смотрим по лицу оверлока и все. А здесь, когда общий шов заутюжен, я точно буду делать так, как я вот вам показывала, ну, на ребро утюжить. Уже можно даже не мочить квачек. Здесь предостаточно влаги. Чуть-чуть. Предостаточно этого. Просто предостаточно. И вот так смотреть, что я буду делать. Мочите там пальцы. И вот так вот под напряжением, вот так вот. Да? Вот я тут сейчас пальцами прохожу, например, да? Можно вот так вот раздвигать. То есть как вам будет удобно? Ну, главное, до начала оверлокайте, чтобы не формировать сейчас вот эту ласу. Вот я просто показываю, как она будет. Не формирую вот эту ласу. И вот так вот, видишь? Смотришь вот сюда, чтобы они, вот эти волокна, как будто бы под напряжением. Вот как расходились, чтобы точная-точная была заутюжка. Все полностью не делаем. Делаем частично. Можно взять в быстром темпе второй наше. более длинный лапоть, да? Бегом его вот так ставим. И прижимаем. Можно дополнительно еще прижимать рукой. Ну, сейчас он будет остыть. и схватываться в форму будет. Так. Вот, достаточно. Видишь, он уже лежит. И здесь мы сейчас возьмем, чтобы... сильно много не мочим. Чуть-чуть водички нам предостаточно. Чуть-чуть водички. Делаю с переходом вот эту утюжку. Да? Частично захватываю предыдущую часть от утюжиного. Да? Вот, видишь, он как расслабляется вот в этом месте. Вот, видишь? Играет. Вот, видишь, вот этот шовчик вот здесь. Еще раз. И фиксируем. Пока горячая. Фиксируем локтем. Прижимаем. Здесь я не доходила вот так. Полностью я не перекрывала. Оверлок я заходила только вот так, как палец становится. Видишь, вот так вот. Да? Не будет ни ласа, ничего. Потому что тут чуть-чуть дольше мы делаем, чем вот так просто тупо вот сверху кладем и утюжим. Но зато сразу без лас будет. По идее, в этот момент он не должен давать массу. Специально в реальном времени снимаем паузу. Не делаем, чтобы вы видели, сколько я держу. Это габардин. Для каких-то тканей. Ну, примерно вот все время вы так будете. Примерно это время выдерживать. Можете посчитать в секундах там это сколько там. Десять-двадцать минут. Вот оно остыло. Проверяем. Теперь чуть-чуть сюда сносим. Вы когда начинаете сгибать, чтобы оно уже было остывшее. Да? Ну, в смысле, скидывать вниз вот это вот. То же самое. Так вот. Я вот тут не мочу. Я мочу только здесь. Где шов? Тут уже все приутюжено. Мне там уже ничего не надо. Далеко пришла. Аж сюда зашла. Мне утюжку придется и здесь тоже утюжить. И вот так вот. Так. Или вот так вот. Но когда, смотри, я покажу вот это движение. И сразу надо утюгом заезжать. Да? И сразу утюгом. Сразу. Вот эти раздвигаешь, сразу утюгом. Сразу утюгом. Утюгом, утюгом, утюгом. Вот, вот, вот. Досушиваем. И потом кладем в нашу воду. Дим. Тебя не киснулось? Вот. Да? И сейчас вот это делаем. Я стараюсь всегда вот эти длинные швы, как мы и в предыдущем делали, вот так вот еще дополнительно растягиваю. Ну, не так, чтобы там, ну, похрустело там все. Или мы обтянули на полметра больше. Просто легкое движение растяжения. Пока оно горячее и фиксируется форма внизу, мы можем ей придавать такой окончательно отработанный. Ведь чаще всего вот габардин вы потом стираете в машинке при отжиме. Да? И мы... Можно потом вообще не утюжить ебку. При хорошей сушке, отжиме можно потом вообще не утюжить. Ну, посмотрите, какого количества... Когда отжимает, наоборот, целома не делает? Ну, в меньшей степени. А, но потом вы будете сушить ее, например, на вешалке. Мы здесь делаем петелечки по боковым швам. И вы за эти петелечки будете вешать на вешалку. И она уже будет в висячем состоянии висеть и сохнуть. Не на веревке с прищепками, а сразу же вот на этих петелечках, которые мы с вами обработаем. И она фактически, я же говорю, она такой петель, как будто она уже как вот утюженная. Ну, как будто там ничего не надо будет. То есть точно боковые вы не будете утюжить. Вы будете утюжить, может быть, какие-то заломы посередине ткани будут. А боковые, они уже вот сейчас окончательная обработка уже есть. Вот, еще. Сейчас, даже покажем, что у нас получилось. Смотри, вот эту часть, мы пока никуда ее не прикладываем. Тут я собираю нашу талию, чтобы она не растягивалась, когда я делаю вот такое вот движение. А, забыла вот эту. Видишь линию от утюжей? Всегда перепроверяйте. Видишь, вот тут сгиб зафиксировался. Шом-то все хорошо, а про сгиб сейчас я его убираю. Это который на колодке был? Да, на колодке был, который, да. Видишь, можно что-то забыть, но когда вы вот так вот кладете, то есть вы себя как будто бы как перепроверяете. Вот такой-то залом, видимо, висел вот так. Вот как убирать вот эти вот заломы еще? Вот сюда мне нельзя сейчас становиться утюгом. Если он сильный, то давай мы тут даже чуть-чуть его можем вот так намочить. Совсем чуть-чуть. Вот здесь тогда я спокойно становлюсь, а здесь не становитесь на край. Чтобы не сформировать следующий такой же залом. Тут не дело в ширине колодки на самом деле. Вот эта колодка, она стандартная. Шире будет неудобно. А если узкий рукав, он налезет на эту колодку? Какой-то налезет, какой-то не налезет. Вот лапать тебе для рукава. Вот лапать в данном случае. Вот здесь чуть-чуть еще я попройдусь. О, зафиксировался. Все-таки еще чуть-чуть перейти. Что-то дольше продолжать. Все чуть-чуть. А потом мы будем следующее, что делать. Сейчас обрабатывать молнию обыкновенную, брючную. Ну, брючно-юбочный ассортимент. Просто я вам показываю, какая там получше, посильнее. Точно, что с ней никогда ничего не произойдет. Мы потом будем накалывать и пристраивать пояс. И потом будем пробивать петлю, пришивать пуговицу. И потом низ обметываем на верлоке. Загибаем где-то на сантиметр. И либо вручную будем подшивать, либо будем делать отделочную строчку. Посмотрим, как у вас с машинками там будет этот момент. И все, наша юбка готова. Я думаю, что максимум два занятия у нас уже должна быть юбка готова. Следующее занятие у нас молния и пояс. Если что-то мы там из пояса молнии не доделаем, то через занятия мы доделываем уже. И я ровняю на вас юбку, когда вы стоите. Показываю, как. Обметываем, наметываем и вручную подшиваем. Или на машинке прострачиваем с лица. Где-то на 0,7 будет отделочная строчка. Присматриваем. Ну, вот эту потом разутежим. Ну, вот что-то внизу, видишь, он там как фолдит. Да? Как присборочка легкая внизу. Ну, и совсем легкая разочная. Ну, даже этой легкой, легкой нам не надо. Ну, сейчас я посмотрю, вот так более. Что там делать? Ну, вот его только можно так формировать, если оно теплое. Все остальное может не взяться. Ты знаешь, неверно моя старая. Здесь все хорошо. Видишь? Мне кажется, она фолдит просто. Это просто я так решу. Я могу странно держать. Я тут схватываю полностью всю высоту. Вот, видишь, как я держу. И главное, вот смотри, если мы сейчас дальше уже ничего не делаем, то мы тогда ее складываем вот так вот. Видишь, я же помяла тут вверх. Вот, мы складываем ее вот так в четыре раза. Вот это в два раза, а это в четыре раза. И вешаем вот так вот на край стула, вот так вот. Чтобы наша утюжка точно дожила до следующего занятия. То есть, вот так оно должно висеть. Хорошо? То есть, оно должно быть свешиваться. Вот так вот висеть. Или на вешалку с прищепками, но только мы вот здесь вот будем ее схватывать. В верхнюю часть. Я думаю, этого будет предостаточно. Вот это наш боковой шов. У нас он был ровно два сантиметра. И мы с тобой вот так намечаем тонким мылом линию. Да? Вот так вот два. Да? Соединяем вот эти вот точки. Ну, чтобы нам легче было сейчас загибать этот край и фиксировать наметкой. Вот так. Да? И вторую сторону. Лучше это делать, видишь, как я положила на тетрадку. Вот так вот. Вот так вот. Вот так вот кладем. Все. Теперь берем нашу... Можно булавки, можно сразу наметывать. Вот, смотри, вот так. Пусть здоровы. Это. Вот так вот. Это от мыла. Потому что сейчас затачивала мыло. Я же говорю, смотрите, так затачивайте, чтобы потом сразу можно было... Вот это все... Вот. И вот так, ну, можно фиксировать, можно не фиксировать. И берем нашу, чтобы эти края у нас были зафиксированы, а потом мы будем сюда прикладывать молнию. Да? Можно не накалывать. Вот такими вот стежками сантиметрик через сантиметрик. Вот, например, даже больше я делаю. Поэтому в этой строчке особо ничего такого важного нет. Поэтому мы ее просто фиксируем. И мы еще ее приутюжим, чтобы у нас еще лучше сразу же получилось молния. Смотри, как вот здесь я выхожу. Вот так вот. Оп. Сейчас вот это убираем, чтобы оно нам не мешало. Сейчас переворачиваю к тебе. Здесь делаю вот такой переход, чтобы здесь не было никаких ни наплывов, ничего. Смотри, вот так. Зачем нам тут какая-то закрепка? Мы просто сейчас в бок обойдем, да и все. Да? Так. Вот. А теперь ты дальше сама дометай и сделай закрепочку. Это наш шовчик мы вот так на колодку одеваем. Так, аккуратно. Просто облегчаем себе жизнь в плане вот этих вот всех обработок молнии. Ну, почему бы это не сделать? Да? Вот так вот. С рентюжем. Видишь, ребром я становлю. Чуть-чуть. Вот так вот. Оп. Для легкости. Точно мы здесь не насадили. Ласк, дожди. Ребро. Нет, утром. Нет. Ну, так, чисто так. Лучше это сделать. Честно вам говорю. Сейчас дальше покажу. Ну, да, потом же подомолния это же сложнее расклонить. Да. Все. Отключаем. Мы выложили вот так шовчик, да. Я рекомендую вам сразу навести припуск с одной стороны, как мы будем строчить. И вот это у нас передняя половинка, потому что шов у нас слева, да. Вот эта сторона у нас будет вот так впритык к молнии находить. А эта сторона будет находить вот так, закрывать эту молнию вот так, да. И здесь у нас будет шире шов, а здесь на 0,1 миллиметр. Ну, на 0,1, на 0,2. Вот. И чтобы, ну, на 0,1, ну, точно спокойно можем прострочить. А вот где здесь, вот эта часть, здесь будет очень сложно. Вот здесь мы максимум формируем сантиметровую линию для отделочной строчки. Нужно это все очень тоненьким мылом намечать. Да? Так вот. Лучше наметьте сразу. А здесь, ну, сложно будет за сантиметр вот такую широкую молнию взять. То есть здесь где-то 1,3, максимум полтора. Мы как бы такой скос делаем. Здесь чуть-чуть шире, да, а туда дальше поуже. Здесь, может быть, можно и 0,7. Ну, сейчас посмотрим, как подойдет. Можно и сантиметровую линию вот эту формировать. Давай вот здесь от самого верха полтора. У нас же тут еще сантиметровый припуск идет на пояс. И мы сейчас вот так вот с тобой ее вот так вот сделаем. Раз. Такой как бы носик такой. Вот сантиметрик. Ну, сейчас попробую по ровной. Вот так вот. Да? Вот так вот, да? А здесь сразу же намечайте вот эту линию вот так. Но не для того, чтобы прострочить. Помните, я вам говорила, что мы пересекать ее не будем. Ни в коем случае никогда не пересекайте молнию перед вот этой железной закрепкой. Вы можете запересечь, но ни в коем случае перед. Она может просто недолго жить, эта молния. Мы здесь сделаем закрепку вот до этого места. Мы пройдем сюда, один раз, ну, как сантиметровую закрепку сделаем. Назад, вперед и потом обрежем. Или мы с вами возьмем вот до сюда дойдем и ниточки выправим наизнанку, там завяжем и вправим. Ну, можно и таким способом, но лучше делать закрепку, чтобы она красивая. Ну, хотя бы там, вот вперед вы пошли, три стежка назад, три стежка вперед. Ну, и желательно эти ниточки все равно перетянуть на изнаночную сторону и завязать их там. А вторую сторону мы сейчас с тобой будем потом прикладывать вот прям вплотную к молнии. Есть еще другая обработка. Можно вот так вот делать, но она более сложная. Я считаю, что не надо. Вот так вот. Она как будто бы закрывает. Да, вот так вот. По 0,5. С двух сторон по 0,5 делать, да, вот эту строчку. Вот. Давай. Вот здесь от верха мы с тобой ставим вот так сантиметрик, да, чтобы знать, к чему нам прикладывать вот это вот. Чтобы вот эти закрепки на самой молнии, да, были до шва, которые мы будем с тобой делать. Даже можно на 2 мм ниже пройти, чтобы точно они в иголку случайно не стали, чтобы вы иголку не сломали, потому что они довольно такие жесткие, да. Вот. И мы начинаем вот так подставлять, вот так вот. Видишь? Вот так вот. Видишь? Вот. Здесь даже, я мало того, что здесь на полтора почти делаю, так я еще тут чуть-чуть дальше завожу. Не вот так вот ставлю, видишь? А дальше завожу, потому что, когда вы будете строчить, оно съедет и будет это точно на месте. Да? То есть вот тут на 3 мм дальше прикладывайте молнию. Вот сейчас вот так вот накалываем, да? То есть надо, чтобы оно полностью змей куда-то закрывало? Да, 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 ага. Вот так вот. Ну, сейчас на миллиметр, на 2 дальше я делаю. Сейчас мы накалываем, потом мы наметаем, да? Вот так вот ставим, да? Видишь, я тут на миллиметр 2, ну, как минимум на миллиметр я перехожу молнию. Минимум на миллиметр перехожу молнию. Вот так вот, да? Оп. Так вот, да, дальше. И вы, когда накалываете, смотрите, не растягивайте вот эту линию, особенно если это будет шифон какой-нибудь. Потому что и в шифоне мы можем ставить такую молнию. Не обязательно потайную ставить, потому что потайную есть очень много нюансов. Это будет отдельное видео со всеми, со всеми нюансами. Это точно на всю жизнь этой юбки будет. Мы тут восхитили очень многие последствия, поэтому здесь самое главное, мы не будем пересекать саму молнию, сами вот эти вот дужки, вот эти вот, да? Сам трактор от молнии. То есть она будет внизу без перпендикулярного, да? Да, да. Не надо. Вот, настоятельно рекомендую не пересекать. Вот здесь сделали. Мы бы пересекли, если бы мы вот эту закрепку железную ставили бы вот здесь. Не переходить, ну, туда вниз мы ее не спускали. Просто на всякий случай, ну, чтобы зачем нам тут железо, чтобы тут видно было. Вот, а теперь наметывай. Так же самое. Вот здесь только попрочнее делай. Здесь где-то 4 раза на одном месте. Вот здесь. Здесь 2 раза, чтобы зафиксировать этот поворот, да? И потом вот только по линии не наметывай. Где-то или вот так, или, ну, где-то вот даже лучше с этой стороны. Потому что будешь сбиваться, по какой линии тебе идти и строчить, да? То есть тут надо вот посмотреть. То есть вот с этой стороны линии просто наметываешь. Ну, там на миллиметр, на два, вот так вот. Хорошо? Все. Давай сейчас наметаем. Вот, теперь вот наметали, да? Вот. Убираем вот эти вот булавки. Чтобы они нам не мешали. А то так сбоку стоим. Вот, и теперь вот так вот, видишь, я специально положила сюда тетрадку или книжку, чтобы, во-первых, было легче накалывать и вонзать вот эти вот иголочки. Вот эти расстояния должны совпасть, да? И вот так вот я фиксирую, да? Вот. И вот здесь. Здесь можно в застегнутом состоянии, можно в расстегнутом состоянии молнии. Вот здесь мы тоже должны с тобой увидеть, чтобы она у нас вплотную подходила. А, она после прострочки не разойдется? Что, 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 что? В смысле? Нет, ну, или сейчас у них нахлёстик, или они встык идут? Ну, легкий нахлёстик сейчас идет, но оно потом вот так вот будет. Вот, что-то я смотрю, что-то сильно. Вот тут внизу что-то сильный нахлёст какой-то получился. Здесь-то все нормально будет, а здесь на 2 мм и больше. Ну, на миллиметр больше сделала этот нахлёст. вот эту вот закрепку, которую мы видим. Мы сейчас просто отсюда пойдем по кругу, да? Вот, и чуть-чуть вот здесь подвигаем ее. Вот. Да, здесь у нас практически оно вплотную должно идти. Да? 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 Вот здесь. И вот здесь уже отгибаешь вот эту часть и смотришь, чтобы она впритык была. Впритык. И здесь будешь наметывать уже где-то на 2 мм. Вот сюда, вплотную, вот так, поближе. И смотри, чтобы она впритык была к молнии, вот эта часть. Потом я покажу, как строчить. Да? Вот здесь, чтобы не было слабины. Видишь, какая-то слабинка появляется, еще что-то. Здесь вот усредняем, если вдруг она какая-то слабина появляется. Ну, подвигаем ее, вот распределяем на две стороны. Вот здесь тоже вплотную ставим. Да? Так. Вот так, да? Вот так. И вот так, да? Все, наметываем аккуратненько. Отсюда начинаешь, можешь без закрепки, вот отсюда начать с 5-6 см перейти, без наметки, так же само. Вот так вот. Чик-чик. И поехала. Но только вот здесь, вот где-то на 2-3 мм наметываешь, здесь тоже делаешь закрепку. Хорошо? Только всегда обязательно наметываем на булавках. Ну, может когда-то потом вы сможете делать без булавок, но все равно посерединке хотя бы одну нужно фиксировать. Вот сейчас мы начинаем сострачивать. Давай только вот эти вот штучки уберем, чтобы куда-то там шов не попали. Вот эти вот оверлаки. Да? Мы начинаем строчить. В прошлый раз мы ее полностью накололи и наметали. Видишь, у нас тут еле-еле видная линия вот этого мыла осталась. Давай там сильно трусить не буду, чтобы она такая осталась. Да? Вот. И мы сейчас с тобой будем идти вот так. Заходим, как я говорила, слегка больше берем пространство. Здесь делаем закрепку. И все-таки будем идти 2,5 мм стежок, потому что он более качественный. Да, он может менее красивым быть, чем 4 мм стежок, как отделочная строчка делается. Но 2,5 мм стежок точно удержит нашу молнию. Точно. С ней будет все хорошо. Даже если вы случайно где-то, ну, попытаетесь где-то зацепиться за эту строчку, то она не вырвется так быстро и сильно, как вырвется, например, 4 мм стежок. Ну, я вот про вот эти миллиметры говорю. У нас сейчас 2,5 мм, а на четверочке и 4,5 мм, может даже в каких-то машинках будет и 5 мм. Вот это отделочная строчка. Так. Значит, смотри. Что мы первое делаем? Мы берем и вот эту вот, расстегиваем частично молнию, да, может там до конца. Потому что при застегнутой молнии будет очень сложно строчить вот этот момент. Точно, собачка будет точно очень сильно мешать и будет очень неудобно. и мы начинаем делать, вот, намотали на палец. Все, это никогда не отменяется. Здесь будет сложно строчить в том плане, что, видишь, там же, вот железка эта, она будет мешать. Ну, вот она, вот эта железка, вон она. Здесь сильно не спешите. Вот я сделала ход вперед, назад. Тут же эти наши ниточки, за которые я могу чуть-чуть подтянуть и, например, пройти вот этот вот сложный момент, она прямо там застреет прямо в середину. Видим, вот эта вот паза попадает. Ну, сейчас, ну, не где транспортер, вообще посередине, я потом покажу. Видишь, она начинает смещать сильно. Так, и вот теперь смотри, я и тут сейчас буду держать пальцем и здесь, и, короче, везде. Ну, тоже все равно она сметает. А если колесо? Ну, значит, смотри, нет, не в этом дело. Смотри, я уже начинаю идти не ровно по линии, а с этой стороны линии. Может быть, так оно и хорошо. Я сейчас просто постараюсь ровно идти, чтобы вот эта лапка была, ну, в общем, она будет идти одной из сторон по вот этой вот молнии. А здесь даже еще, вот смотри, еще какой более лучший вариант. Смотри, у меня сейчас вот этот конец стоит вот тут четко по рейке. Ну, вот ровно по одному сантиметру. Вообще замечательно. Вот и хорошо. Мне еще проще будет. Либо вы по линии вот этой равняетесь, либо вы равняетесь по вот этой линии. Ну, по линии намеченной мылом или вот по рейке. Мне просто не за что взять руками еще пока. Видишь, что делать? Ну, ладно, если что-то буду делать. На самом деле здесь можно и 0,7, и чуть ли не 0,5 делать. Давайте делать строчку. Здесь вот этот момент пройду. Привет, привет. Ага, вот теперь я думаю, что я прошла. И сейчас я думаю, дальше полегче будет. Видишь, я ее вручную прохожу. Продвигаю вот так, только лапку. Ну, вот самый верх. Надеюсь, может с первого раза и ничего не получим. Потому что здесь нужна всегда очень хорошая в качестве строчки. У меня вообще ничего не будет. Это, конечно, не дело со мной вот это подвигать все. Ну, ладно, тогда давай мы сейчас скосим на 0,7. Может быть так будет легче. Видишь, он даже не замолнил, где-то там подзастрял. О, пошло дело, наконец-то. Теперь смотри, здесь такой очень опасный момент есть. Сейчас нам нужно было вычеркать. Вот смотри, сейчас я буду ехать, она может вот так, смотри, что делать, сдвигать вот эту ткань. Чтобы этого эффекта не было, давай мы где-то тут пересечем, хоть где-то булавками. И будем искусственно слегка как бы припосаживать вот эти вот моменты. Потому что, если бы мы шли здесь, у нас здесь наметка. А мы в итоге идем там. Сложновато сделать. Либо, как мы с тобой изначально говорили, можно было брать другую лапку ставить. Но поскольку у тебя другой лапки нет, то я показываю, как делать на этой лапке. Чтобы было бы попроще, например, с другой лапкой. Я начну ее уже слегка подтягивать вот так, если будет получаться. С катастрофическим трудом, на самом деле. Я ее протягиваю, а лапка вообще как будто знает, как будто она вообще здесь ни при чем. красавчик. Красавчик. Ну, сейчас посмотрим, если будет хорошая линия, оставляем. Если нет, то будем набирать. Потому что вот сейчас молния вообще не дает возможности рейки работать. вообще. Я с тобой сейчас вот так вот и опять начинаю тянуть. То есть я сейчас продвигаю ткань, ну помогаю машинке это делать. То есть она сейчас ничего не продвигает. Сейчас посмотрим, смотри, мы начинаем подходить к нашему концу молнии. Мы еще, конечно, можем какое-то время прострочить, но давай сейчас уберем вот эти вот булавки. Поднимаем вот так вот, вот этот вот. Вот. Только не сдвигай сильно. Тань, а ты иди смотри, потому что сейчас то же самое будем делать. Видишь, что я делаю? На одном месте я удержала вот здесь вот этим пальцем, чтобы не было смещения никакого. Да? И сейчас же сюда же ставлю вот так вот иголку. Лучше поставить ее в то же место, в которое она была. Так. И я делаю здесь закрепочный стежок назад. на всякий случай, потому что я могла микросмещение какое-то сделать и испортить качество строчки. Да? То есть такая манипуляция у меня есть. Вот. И теперь я все время смотрю, чтобы вот эта лапка была четко здесь, вот у этого края. Видишь, она уже цельно легче ей идти. Но я сейчас буду строчить до вот этого вот пересечения. Да? Вот здесь. можно его немножко лучше поставить, потому что он совершенно не видно. Видишь, что там тоже случайно ничего изнутри не пристречили. 2 секунды. Другую часть юбки пристречить. Потом все равно. Уже все хорошо получилось. Ты классно взяли, пристречили часть юбки. И начинаете, то есть все время там рукой просматриваете. А вот здесь я начинаю делать микро хотя бы закрепку, если у меня это может получиться. Хотя четко сейчас строчка вроде бы в строчку иду. Но вот даже вот больше не делаю, потому что я боюсь, что я сейчас смещу. Вот. Два стежка назад, два вперед. И мы заправим эту ниточку. Мы ее не обрежем сейчас. Будем заправлять. Здесь главное, чтобы была ровная линия. Все больше нас ничего не будет интересовать. Если она будет удобоварима и ровная, то мы ее оставляем. Видишь, единственное, качество строчки немножко разное. Видишь, здесь побольше, здесь поменьше. Поэтому в данном случае, конечно, можно было бы... Чуть повыше, потому что она сильно... Здесь вот она обыкновенный два с половиной миллиметра стежок. А здесь он вообще... Как только я застегнула молнию, мне стало легче идти. То, по идее, мы должны бы вторую строчку прострочить. Потому что все-таки стежки должны быть одинаковыми. Но второй раз... Не знаю я. А если ее совсем начало прострочить и отсюда застегнуть уже? Ну, вот я так и думала, да, что здесь вот чуть-чуть и застегивать тогда она лучше будет идти. Но здесь тогда тебе легче будет сейчас. Давай так и сделаешь. Потому что уже ты четко будешь идти по линии. Вообще четко. Можешь на всякий случай даже вот эту наметку всю снять сейчас. Вот. Потому что она будет только мешать. Ну, смотри, вот здесь... Здесь даже можно, ну, микро закрепку сделать, да. И вот сюда вот пойти, и здесь уже без закрепки. Тогда все четыре слоя нитки ты это самое... Потому что полностью ее перепарывать я бы тебе вообще не рекомендовала. Потому что я еле-еле сейчас прошла. Вот ты сейчас начнешь, и ты меня поймешь. Ты прям по ней и тебе сверху? Да, прям. Я рекомендую делать это прям по ней, но только исключительно по ней. Прямо исключительно по ней. Она будет просто еще прочнее. Можно, конечно, еще раз распарывать, но ты полдня будешь только заниматься этой отделочной строчкой. Одной. Угу. Должно быть ни две, ни три, ни два. Угу. Я говорю, что вот здесь не должно быть ни две, ни три, ни десять отделочных строчек. А желательно одна и очень хорошо получающаяся. Например, если у тебя сейчас будет получаться, ты можешь ее идти вот до сюда. Да? Вот видишь, где я закрепку делаю. Дальше она нормальная пошла, эта строчка. Вот. Просто вот тут подпороть кусочки ниток и связать их там посередине, если что. Вот. Что касательно по самому набору лапок в джаноме, например, вот в этом. Вот. Здесь вот есть вот такая вот. Но я рекомендую все-таки вот эту докупить отдельно. Вот такого плана. Да? Вот она вот так фиксируется. Вот она вот такая. Вот. Потому что вот это вроде бы как бы одно... ну, как бы со смещением. Вот это вот. Я сюда ее ставлю. Вот смотри, как она нам дает. То есть она мало чем отличается от этой на самом деле. Вот по расстояниям ты выигрываешь максимум 3 миллиметра. А этого недостаточно. Вот она. Четко по вот этой вот. И у нас... Ну, вот смотри. Вот она будет вот строчить вот здесь вот ровно. А здесь-то вот эта часть-то широкая. Вот у тебя все равно 0,5 здесь. Как минимум. А здесь меньше, чем 0. Кстати говоря... Ну, здесь тоже, кстати говоря, 0,5. Но здесь есть возможность сместить вот сюда и в другую сторону шить. Ну, по-другому положить ткань. Эта лапка-то все равно вот так будет стоять. Просто с другой стороны шить, переворачивая само изделие. Да? Ты любые миллиметры можешь пройти. Ага. Может быть еще какие-то лапки есть в наборах более продвинутые. То есть там, смотрите. То есть вот это... Может быть тебе сейчас и это и легче будет. Ну, ты же говоришь, у тебя пока этой нету. Мы учимся исключительно на той, да? Лапке, да? Да. Ну, давай, ты попробуешь. Мы сейчас с тобой решим. Либо мы там две делаем, либо мы полностью все убираем и заново делаем. Но зато ты научишься делать молнию. Вот сейчас ты ее научишься делать. И вот, по крайней мере, такого типа молнию у тебя будет всегда с легкостью получаться. Давай потренируемся какое-то время. Знаешь, что давай, наверное, сделаем? Давай мы сразу тогда распорим вот эту вот строчку. Вот до сюда, да? Как это делать? До конца. До конца. Хочешь? Давай ее. Давай до конца и заново сама сделаешь. Сама. Так, теперь смотри. Все-таки мы переделали, да? Распороли. Помучились. И вот сейчас уже тебе оставляю возможность. Либо мы будем переделывать, либо мы оставим так. Как ты решишь? Ну, конечно, вот она чисто зрительно, она кривая. Угу. Поэтому мы сейчас с тобой вот эту сторону прострочим. Угу. А с этим ты пока будешь строчить, будешь думать, что мы будем с ней делать. Угу. По крайней мере, ты сейчас уже видишь абсолютно все последствия. Угу. Съехала. А потом, когда мы дальше начинаем строчить, вот эта наметка сама начинает расслабляться и получается еще дальше. То есть надо было фиксировать так параллельно иголочками, чтобы сдерживать какие-то вот эти вот моменты. Вот. Значит, мы сейчас от вот этого места пойдем строчить в обратном направлении. Опять же, на вот этой вот лапке мы учимся на ней делать, потому что у тебя дома другое пока нету. Угу. 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 И вот так вот ставим нашу ловку. Так. Вот тут прям такое печатненье как будто как перетянуто что-то. Угу. 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 Вот мы ставим. И будем сейчас строчить ровно на один миллиметр. Да. Лучше с закрытой. Удобнее будет. Тоже здесь старайтесь хоть как-то придерживать эти ниточки. Так. И мы давай с тобой. Смотри. Здесь можно со смещением, а можно без смещения. Как тебе удобно. А вот эту иголку? Вот эту вот смещать. Ну вот сейчас давай попробуем без. Вдруг у тебя и смещения нету. Угу. Даже если мы захотим с тобой потом завязать эти ниточки на всякий случай. Тоже я рекомендую вам два с половиной миллиметра стежок. Он более прочный. Смотрим, как оно может получаться. Тоже может по-разному получаться. Может с первого раза. Может не с первого раза. Я в данном случае смотрю куда входит иголка. Не сюда, а где входит иголка. В то место вот тут я смотрю. Угу. 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 Иногда получается с вот этой вот расстегнуть. А иногда нет. Тоже опять же не сдвигая. Аккуратно ее расстегиваем. Делаем сразу же стежок назад. Угу. Фиксируем. Фиксажем занимаюсь. Вдруг мы там что-то не уследили. Но желательно вот как бы строчка в строчку. Видишь, здесь должна еще наметка быть чисто в край. Угу. Чтобы не было никаких вот этих вот погрешностей. Видишь, она не вплотную пристает. Видишь? То есть еще и вот в этих моментах я начинаю тебе корректировать. Тут момент за моментом все время. Все лукается потом. Только тут не так как стоит делать. Поэтому я же говорю. Смотрите. Видишь, здесь будет сложно строчить. Потому что она попадает там в паз. Тут она вообще останавливается. Поднимаем лапку. Помогаем. Сильно она тут больше не пойдет назад. Уже хоть микро закрепку сделали. Ну. Могло бы быть и лучше. Хорошо. Видишь? Я тут уже подстрялась под твою наметку. Видишь? Я ее пыталась где-то подвигать. Вот здесь вот эту часть я бы переделала. Видишь? Некрасиво получилось. Давай распорим. Заново сделаем. Давай. Все. Хорошо. Хорошо. Угу. Распороли полностью нашу молнию. И увидели, что она уже немножко деформированная стала. Вот здесь расходиться больше. Да? Это я с изнанки показываю. А во-вторых, вот тут проколы остались от строчки и все остальное. И как-то вот она уже не очень нам нравится с тобой. Что мы делаем? Мы берем с тобой и просто приутюживаем вот эти срезы. И все как изначально. Потом мы будем повторять эту обработку. То есть укладываем вот так ровненько. И будем сейчас работать без пара. Вдруг вам захочется парком чуть-чуть сделать. Не надо. Мы берем наш квачек. Мы мачиваем. И вот так вот мочим. Хорошо мочим. Видишь, как хорошо я мочу. И здесь давай сразу же. Лучше всегда все швы утюжить друг на дружке. В обязательном порядке. Вы устраняете какие-то возможные последствия дефектов и всего остального. Ну дальше туда не заходим в тот момент. Сейчас мы его полностью устраним. Вот эти вот линии все. Ну можно еще зайти там на 1-2 миллиметра на саму строчку. Вот она сейчас хорошо пропарится. Не берется все. Только обязательно до суши. В обязательном порядке до суши. Вот это чуть дальше даже захожу. Чтобы убрать вот это вот сейчас от воды. Оно стало вот здесь слегка припариваться и вздыбливаться. Чуть-чуть вот так захожу. Мы потом все равно будем с лицами с изнанки чуть-чуть проутюживать нашу молнию. Чтобы строчка единым целым стала. Ну строчка молния и ткань единым целым стала. Видишь, я тут разложила ровно. И только здесь я могу тогда вот так утюжить. Если бы тут какие-то фалды были бы, я не имела бы права там сейчас утюжить. Ну я думаю этого достаточно. Тут достаточно простояло. Давай чуть-чуть. Оно пускай остынет. И потом мы будем то же самое. С лица наводить линию, по которой мы будем загибать и наметывать на 2 сантиметра. Наметали, потом подставляем туда молнию, накалываем, наметываем и опять строчим. Если на жакете, когда у нас полузанос, то мы вот так можно от края намечать вот эту пуговицу и от этого места пробивать. Что такое полузанос? Линия полузаноса на жакете, на пальто, на куртке, там еще на чем-то. Это туда, куда пробивается, да, заход такой. Туда, куда пробивается или пришивается пуговица. Пробивается петля и пришивается пуговица. Но если мы вот так сделаем, у нас такой кончик сильно будет висеть. Поэтому я вам рекомендую, чтобы вот эта пуговичка на 0,5 не дошла до края, чтобы этот хвостик не торчал сильно. В общем, приблизительно где наметка, да? Вот в этом случае. На 0,5 от вот этого края, да. А потом мы измеряем нашу вот эту вот пуговичку, только четко до миллиметра. 2 сантиметра ровно. Значит, от вот этой линии, которая на 0,5, да, мы намечаем сантиметр. То есть 2 сантиметра всего пуговица, а мы половинку диаметра пуговицы намечаем и вот сюда откладываем. Вот этот хвостик мы 3 сантиметра делали. А почему половинку намечаем? Ну, можно... Вот смотри, мы когда пришьем нашу пуговицу... Сейчас я вот это тебе установлю. Вот. Это петелька будет? Это будет петля от сих до сих, да. А вот в это место только с другой стороны будет пришиваться пуговица. Вот. И это будет вот так. А, то есть она будет как бы сбоку от петли, когда застегнута. Да, да, да. Поэтому вот тут она и придержит этот кончик, который вот так вот висит. Можно делать и меньше, но тогда сложнее... Вот этот хвостик, я имею ввиду, можно делать меньше, но тогда сложнее пришивать пуговицу. Потому что вот она вот так встык и вот смотри, мы нашу пуговицу начинаем пришивать. А, тогда она выйдет практически на краю, да? Неудобно. Да, да. Но так точно не должно быть. Сама наша пуговица должна тоже в комфорте лежать, жить и все остальное. Вот она, видишь? Ага. Тоже она на 0,5 от края тогда получается. Очень красиво, хорошо. Да. То есть всем все тут по технологии, в общем-то тут... То есть мы 0,5 вставляем, а потом еще пол пуговички сверху. Да, да, да. Вот каждый раз, когда так будете делать, если вы так обрабатываете, сейчас не потайная молния до верха, ну тут даже без разницы. То, что до верха, то там петли, естественно, спугаться не будет. Вот. А то, что будет до пояса обрабатываться, то всегда могут, ну приблизительно так я рекомендую делать. Ну не приблизительно, а так. Так, ну теперь начинаем пробивать нашу петлю, да? Начинаем петлю делать, да? Давайте сначала с того покажу, как снимать лапку, да? Вообще какая лапка, да? Вот здесь есть рычажок, вот. Вы его нажимаете, например, у вас стояла вот такая лапка. Видишь? Так нажимаешь. Оп. Выбираешь. И ставишь в такую. Это петля автомат. Лапка петли автомат. Вот. Все. Понятно, как ставить? А у нее есть ли медпуговицы по размеру? Супербольшие? Не получится? Ну, пять сантиметров не знаю. Внутри точно она может взять. Потом, что мы делаем? Мы берем вот это вот, один раз на себя колесо проворачиваем и вытягиваем вот эту вот ниточку. Чтобы она вот так вот перетянулась. Вот так вот. Все. И вот сюда вот выправляем ее. Да? Вот мы поменяли лапку. Я сюда сейчас не буду ставить твою пуговицу. Почему? Потому что я не люблю вообще ставить сюда пуговицу. Потому что у них стоит заложенная длина любой пуговицы плюс пять миллиметров. Мне это совершенно не надо. Один-два миллиметра я еще согласна. Но плюс пять миллиметров каждой пуговицы. Например, у тебя пуговица сантиметр. У меня есть пуговица поменьше. Нет, заложен в механизме такой вот момент, что вот будет сантиметровая пуговица, она плюс пять миллиметров больше пробьет. Будет два сантиметра пуговица, она плюс пять миллиметров больше пробьет. Может просто пуговицу поменьше ставить, а потом побольше пробьет? Нет, я говорю, что у нее в механизме там такой вот заложен эффект. Поэтому она больше пробивает петлю, чем сама пуговица. Я буду ставить пуговицу поменьше, она пробьет как раз больше, а потом большую пуговицу пришить. Да, правильно. У меня есть пуговичка поменьше. Играетесь. Но можно сделать по-другому. Там просто по инструкции, там смотрите, а так вообще вот смотри, мы сейчас в обязательном порядке должны будем с тобой холостой ход сделать. А дай мне, пожалуйста, мы должны попробовать натяжение, чего-то как. Так, вот мы рисуем с тобой нашу петлю, да, якобы, да, пересекаем ее с двух сторон. И у нас что получается? Это ж тут, это ж обязательно твоя ткань продублированная, да, помнишь, мы кусок пояса обрезали. То есть у вас в обязательном порядке вот этот должен быть кусочек, на котором мы пробуем, да. Ну мы потом с тобой вот так ставим, да, вот. Там не видно, с какой степени ходит. А ты повыше, повыше подними. Нет, в смысле. Ну вот там от линии не видно. Ну вот линия должна быть четко посередине и там, где наша иголка стоит. Но перед тем, как это делать, смотри, вот сюда покажи, мы настраиваем нашу машинку. В данной машинке это вот так. Только вы настраивайте тогда, когда иголка в верхнем положении, да, то есть она не внутри, а наверху. Вот здесь вот это чаще всего на всех машинках вот эта петля обозначается, потом вот эту надо поставить, вот, да. А здесь пятерочка у вас должна стоять. У тебя сразу же автоматом на зигзаг она переходит. Вот. И давай попробуем. Придерживаем ниточки, да, опускаем вот сюда вот, вот так вот, нашу иголочку, как раз в место, где мы первый раз пересекали линию перпендикулярно. Вот. И начинаем обрабатывать. Все, она дальше сама идет. Иногда я чуть-чуть ей помогаю, чтобы она не сильно мелко там делала. Вообще она хорошо очень пробивает всегда петельку. А вот смотри, теперь я дошла до второго стопарика, где я пересекала. И тут есть хитрый момент. Вот засними, вот тут вот есть нарисованная петля. Вот она, видишь? Вот, вот так, вон она, видишь? Вот, и вы на нее нажимаете, оп, щелк произошел. Теперь она сделает сзади закрепку и пойдет вперед ко мне. Вот это петля автомат. Это я ее сама, вручную, скорректировала. Все, вот она дошла до конца, она это самое, сделала закрепку. Если у вас будет стоять... Что получилось? Получилась такая красота. Мы сейчас с тобой обрезаем вот так вот эти самые ниточки. Вот у меня. И сзади. Вот, пожалуйста, все очень хорошо и красиво. Натяжением все в порядке. Все хорошо. Можно пробивать петлю на основной юбке. Когда вы, если вы поставите сюда пуговичку, вот этот механизм, когда вы, во-первых, должны будете вот эту штучку опустить, вот, видишь, и когда она доходит до места, где стоит пуговица, она на автомате делает закрепку и возвращается назад. Вот это называется петля автомат. Потому что я не ставлю сейчас сюда эту пуговицу, я вам прощаю жизнь. Вот, потому что одно время она нормально пробивала, а потом я думаю, что я отпарю сердце, как мне надо, сделаю и все. А так, смотрите, по инструкции там все точно понятно. Вот это мы теперь поднимаем, оно нам не надо. Я научилась ее, ну, с ней как-то там пообщалась. В общем, теперь смотри вот здесь. Да, вы сделали одну петлю, у вас должен, видишь, розет написано. Вы делаете сброс. Оп. Все. Теперь механизм там щелкнулся в другую сторону и заново петлю будет бить. Если вы не сделаете розет, у вас вторая петля не получится, она будет стоять на месте. То есть это все у вас в инструкции написано. Вот. Что мы делаем? Только мы теперь поворачиваем по-другому нашу юбку, вот так, да, мы ее сейчас положим, вот так вот. То есть мы должны начинать пробивать нашу петлю сначала петли, не с конца, а сначала. То есть, и мы вот так вот заводим сюда. Единственный момент, здесь бывает плотновато, но у тебя хорошо здесь плоско, у тебя ткань тоненькая, тут все без проблем. Вот. Она может немножко снижать при обметывании. Ну, мы сейчас это дело устраним. Все. Вот. Поставили на начало, где у нас вот это, видишь, вот это. Мы ставим вот сюда. Да, вот этот вот перекресток, крестик вот этот первый. Вот так вот ставим. И смотрим, чтобы у нас и вот эта линия была посерединке между вот этими вот линиями, ну, железками. А вообще проще туда не смотреть, а смотреть вот с этой стороны. Вот за с ними вот так. Чтобы вот от до железки и от пояса с одной стороны, и до железки от пояса с другой стороны было одинаково. И вот здесь то же самое. Все. Дальше вам уже все равно где. Она должна быть посередине пробита, эта петля. Правда? Она не должна куда-то будет смещаться. Ну, вот и все. И мы сейчас с тобой вот так вот ставим, чуть-чуть подвигаем, ставим нашу иголочку, например, да? То есть линия должна быть посередине, но иголка получается сбоку проходит? Да, да. Нет, это она сейчас будет делать закрепку. Это она сейчас будет делать закрепку. Мы же уже сброс сделали. Ну, вот она сейчас делает закрепку. Только единственное, я вам рекомендую здесь все-таки придерживать, ну, естественно, нитку и все остальное. Она может быть, если тут сильно толстая, где молния, она может так криво пойти. То есть вы ее должны удержать. Будет у вас стоять здесь пуговица или не будет, от этого не будет зависеть. Просто, ну, на самом деле, эта машинка не рассчитана на сильно толстые ткани, на сильно толстые обработки. Ну, такое все. Ну, мы можем все, что угодно здесь сделать, на самом деле. В крайнем случае, если совсем у вас очень толстая ткань, мы либо это делаем вручную петлю, обрабатываем, либо, например, идем в ателье и пробиваем на более мощных машинках петлю, вот и все. Ну, как бы, там всегда можно выйти из любого положения. Ну, все, вот, видите, сделала закрепку. И она сейчас теперь идет дальше. Сейчас еще я буду Тане показывать. Я сейчас подтянула, она решила на одном месте постоять. Еще пытается скоситься. Так, вот мы дошли до второй линии. Теперь помнишь то, что я говорила? Вот на этой вот штучке. На себя, да? И она делает опять закрепку. И пошла дальше. Вот и все. Вот тут, когда обратно идет, легче. Когда вперед идет, не совсем комфортно. Все. Поздравляю тебя. Тут она будет до бесконечности делать эту закрепку. Ну, 5-6 раз предостаточно. Она сама, да, в конце делает закрепку? Да, вот смотри. Все есть. Сильно-сильно близко не делай, потому что оно мутнится иногда. Ну, вот, пожалуйста. И теперь можно преспокойно обрезать. Если видите, что как-то строчка начинает подпарываться, и можно перетаскивать эти ниточки наизнанку, завязывать там 2-3 раза узелки и между тканями проправлять. То есть можно еще и более качественно делать. Ну, здесь, думаю, что не надо. Вот. Достаточно красиво все. Все отлично. Что мы теперь дальше делаем? Мы берем и вот так вот прорезаем нашу петлю в начале. Вот так вот. Режеками или концами ножниц. Вот так вот, да? Только смотрите, здесь вот эти ниточки не надсеките. И эти. Ну, и на эти тоже не попадите, да? Вот. И сейчас начинаем вот такое движение протрушивать. Да? Оп. Да? И вот так вот специально я вот так делаю, потому что сюда будет проходить наша пуговица, да? И потом вот это вот аккуратненько приподнимите. Ну, только не выдергивайте там. Вот. И давайте это все дело срежем, чтобы потом оно не вытрепывалось, и у вас не было вот этой вот махры всей непонятной. И здесь еще, вот если вы неправильно выбрали дублирующий материал, он будет здесь очень сильно виден. Вот у нас вот вообще ничего не видно. У нас здесь с тобой серый фрезин. Даже серо-черный фрезин. Вообще ничего не видно. А был бы тут белый, было бы все видно. Понимаете? То есть вот это вот очень такие вот важные моменты. Видишь, еще раз на всякий случай я протрепываю, что вот эта вот последняя ниточка, которая вот здесь пытается выбиться, чтобы она вот... Мы ее уберем. Вот. Вот теперь все. Она готова. Мы сейчас ее приутюжим с другой стороны. И все. И будем пришивать пуговицу. Делаем молнию до конца. Вот так вот фиксируем. И теперь делаем вот такое вот движение. Вот. Можно на столе. Вот у нас одинаково. Одна и вторая сторона пульса. Да? И мы теперь берем... Вот. Все. Положили в застегнутом состоянии. И в начало петли, которые ближе к краю, вот так вот прокололи иголочкой. Все. Я рекомендую вам делать с лица, ну, под пуговицей, чтобы был вот этот узелок. Потому что здесь вы потом не спрячете. Он останется. А пришивать мы будем не в эту сторону, а в другую сторону, чтобы она у нас плотненько лежала на талии. Наша пуговица прилегала. То есть мы будем сейчас пришивать за 2 миллиметра. За 2 миллиметра. Никаких ни звездочек, ни снежиночек. Ни грибочков, ни еще чего-нибудь не делаем. Еще чего-то там. Вот. Вот так мы все время будем идти. Вот. Даже несмотря на то, что у нас здесь будет 4 дырочки. Нам не помеха. Мы все равно будем 2 миллиметра пришивать. Вот. Единственный момент, что я рекомендую. Пришивать не вот так пуговицы. Иначе вы, вот если даже представить по движению, как пересекать будете сразу 4 линии. И они быстрее сносятся, например. Тут до снашивания еще энное количество лет. Но тем не менее. Особенно для мужчин, особенно для детей, так никогда пуговицы не пришивайте. Мы будем пришивать вот так. Параллельно низу. Или параллельно низу пояса. Вот. Вот этой линии. То есть параллельно вот так. Или параллельно петле. Да? Вот. То есть вот так. Чтобы мы как бы по качественнее всегда делаем все. Ну вот. Мы ее вот туда протащили. Вот так вот. Да? Сделали. А сейчас мы ее туда вкалываем. Здесь мы где-то будем, где-то нет. Но главное, чтобы вот здесь мы все время приходили в одну и ту же точку. Все. Вот. Затягиваем. Мы не будем делать здесь ножку для пуговицы. Потому что у нас надо, чтобы плотно держалась пуговица на талии. Подчеркивала ее красоту и все остальное. Вот. Да? А тут можно вторую вот так вот. Раз. И сюда. Видела микродвижение? Если что, делайте на медленном ходе. Сейчас Натаня вы посмотрите. Ага. Да. Ты главное снимаем четко. И вот смотри. Здесь вы вкалываете. Да? Вот так вот. Да? И тоже смотрите, чтобы в эту же точку вы пришли. Да? Вот. Затягиваете. Все. Сейчас будет легче дальше пришивать. И опять сюда. И вот сюда. В каждую из дырочек надо где-то 5-6 раз попасть. Желательно. 2-3 не считается. Это вот. И опять вот сюда. Видишь? Мне просто очень сложно. Тебе может лучше сверху сними? Сверху темнее. Ну ничего страшного. Вы все равно разберетесь там. Вот. Угу. Вот. И опять сюда. То есть я каждый раз буду делать такое же движение. Зажимаете, смотрите, чтобы вот здесь не было каких-то накрутов, всего остального. И опять я сюда. Я сейчас буду во вторую заходить. Сложно, но можно. Видишь? Я ее вбок вот так вот ставлю. Да? На ребро ставлю. Можно все пройти. Давай мы сейчас вот часть. Я вот так показала. Вы попробуйте сами. А мы доснимем потом видео. Хорошо? Вот. Мне надо, чтобы у вас получилось вот так в одну точку сходить. Вот это вот качественная, правильная пришивка пуговицы. Да? Вот. Мы сейчас прошли только по два раза в каждую петелечку. Еще осталось где-то 3-4 раза. Ну, по три раза хотя бы. Да? И вот так. Давай сейчас попробуешь сама. Вот мы теперь сделали. Вот ты сейчас тоже это делала. Все мы вытащили наизнанку. А теперь вот смотри. Вот так делаем. Так вот. За одну ниточку. Вот так вот в блок. Смотри, здесь не поймай никакую нитку на самом поясе. И вот так вот перекручиваешь 3-4 раза. Угу. Вот так. И вот так. Чтобы она тут тоже не перекручивалась, можно вот так вот ее сделать. О, видишь? Так и поймала. Мне казалось, что я не поймала. Вот тут даже не за ниточку, а за микро затяжечку какую-то. Ну, здесь уже не видно. И начинаем вот так вот зажимать. Зажали. Я еще бывает могу несколько раз на одном месте вот эту вот закрепочку закрепить. Но это уже когда мы делаем... Ну, можно и здесь, но будет сейчас очень сложно. Так еле-еле не сделала. Давай здесь не будем. А просто никогда здесь не обрезайте под корень эти хвостики. А мы всегда с вами вот так протаскиваем между тканями, смотрим, чтобы мы не прошли с лица. Все. И только сейчас минимум сантиметр у вас должен быть. Только сейчас вы обрезаете нитку. Все. Теперь мы сейчас с тобой приутюжим вот этот кусочек. Одеваем юбку и корректируем длину. Начинаем с того, что мы мочим наш квадчик вот сюда снимаем. Намочили, да? Намок. Сбили хорошо. Положили. Смотрели, что тройка нам тут точно не нужна на нашем утюге. Это 2,2. Вот так, 2. Он сильно перегревается. Ага. Во-первых, и нам не нужна никакая... Никакой пар нам не нужен. Убираем. Ну, можно, но приучайте себе. Короче, к парусинам. И будем вот этот вот кончик нашего, где петелька, да? Брать, аккуратненько вот так мочить. Чуть-чуть. Ну, зафиксируем вот эту линию. И все. Больше ничего никогда. У нас поясом все хорошо. Его можно даже не мочить. Чуть-чуть приутюжили. На чуть-чуть схватилась эта форма. Прижали там ручкой или квадчиком. Она форму схватила. Да? И убираем вот эти вот выметку. Аккуратненько. Главное, не перегрейте, не пережарьте. Просто вот тут практически нет лаз под печатком. Это я убираю тебе мыло, там все остальное. И опять с изнанки. Если очень деликатная ткань, то надо было через пройтюжку. Не могу сразу рядышком найти. Берем часть. С вот этого стола. Можно даже это. О, все. Чуть-чуть. Чуть-чуть. Сейчас наша петелечка будет еще красивее смотреться. Лучше форма зафиксировалась. А чтобы лучше форма зафиксировалась, лапы ставим. И вот так вот. Все вот это делаем. Все, оно остыло. Форма зафиксировалась. Даже с изнанки лучше выглядеть, чем с изнанки. Но вот тут главное не насадить эласы, потому что здесь невозможно их убрать. Потому что не подлезешь. Только если оно выстирается хорошо, если нет, то нет. Все, одеваем и корректируем длину. Все. Так, что мне надо сделать? Мы видим, что у нас есть провисы. И начинаем мы с того, что смотрим. Как раз-таки задняя половинка практически на одном уровне относительно бока. А перед сильно выпадает вниз. Но все равно мы будем с тобой ровнять относительно бока самой высокой точки. Кстати, я сейчас тебе подровняю. И будет та длина, Аль, которую ты и хотела. Вот в районе вот щеколотки. Оно из-за провисов кажется, что выше. И мне надо вот так вот наклоняться. Можно какой-то себе коврик сюда под ножки, под коленки. А еще удобнее всего даже не на стуле, а знаете, как делать пьедестал такой, да, с лесенкой. Чтобы ты тоже присяла. На пьедестале мне легче будет ровнять. Только пьедестал должен быть где-то примерно такой высоты, чтобы вы не совсем ухом лежали на полу. И что я сейчас буду делать? Я вот сейчас смотрю, где у меня боковые. Ну, в общем, вот, самая высокая точка. Вот по этой высокой точке мне надо будет ровнять. И я ее вот так вот беру и вот так вот надсекаю. Видишь? Каждую фалду относительно вот той высоты. А потом буду дальше их уменьшать, сводить. Вот. Голова у меня должна быть параллельно полу. И глаза тоже желательно. И вот так вот сейчас я вот так вот и начинаю ровнять. И теперь я вот так свожу. Тут сложновато. Еще желательно, чтобы... Аля, конечно, не двигалась. Каждое микро движение, оно мне по-другому фалду каждое показали. И вот так вот на нет свожу. Ага, стой, 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 сейчас. Буквально 10 минут я сейчас все обрежу. Здесь вот так вот. Да, то есть тут фактически вот это оно на одном уровне. Только надо его свести. Конечно, устанете стоять вот так вот. Ну, это самый верный способ. Можно, конечно, еще брать, вставить на пол. Ну, треугольник или метр. И вот пунктиром вот так вести. Но мы специально сейчас делаем так. Это видео, потому что если у вас будет любка из шифона, особенно если на многослойный, шифон ни в коем случае этим метром не меряйте. Кабардин еще можно. А шифон не надо, потому что вы его положите на столе, там будет вот такая вот линия. А в итоге вы оденьте оно ровно. И лучше шифон вот так только на клиенте обрезать, потому что попа своя собственная выпуклость, бедро своя собственная выпуклость, животик там или отсутствие тоже. И вы, ну, просто так не поровняете на столе. Будет очень неудобно. Ну, поэтому мы вот такую половую жизнь идем. Поэтому это самый лучший вариант. Вот. Я сейчас стала обрезать относительно бока сначала заднюю половинку, потому что она выше, а передняя ниже. Мы потом половину сведем. Вот, видишь, раз, очень легко все видно. Главное начать. Как начинать я вам уже показала. Вот, и сразу их вот так. Главное, если не сильно будут провисать, вот эти вот куски, вы их обрезаете. Они могут сильнее оттягивать, давать нехорошую оттяжку. Видишь, я ее обрезала, а она сразу вверх подлетела. Вот эта линия. Мы вчера снимали, а, позы вчера снимали, но не все снимали. Здесь мы полностью круг весь заснимем и по количеству времени, сколько это нужно. Видишь, можно вот так поддерживать, чтобы он оставил, вот эта линия. Вон, и чтоб Али выдержала. В общем, все. Она вот покачивалась. Ну, смотри, если устаешь, я же тебе, Денис, просто говорю, подержи дверь. Дед поддержать тоже надо. И надо. Вот. Просто надавала ее туда чуть-чуть. А давай встанешь? Я сейчас тебе дам по-другому дверь поддержать. На пол. Давай. Потому что, может, как голова окружится, и все, и все, и все. Переходи сюда. Сейчас я дверь вот так сюда. Ты не ставлю. А ты теперь сновись заново, смотри туда вперед. Теперь точно у тебя получится хорошо подержать дверь. Ох. Вот. Держи. Держи, чтобы она никуда не делась. Вот. Главное, чтобы ты вперед не нагибалась, потому что баланс сейчас может улететь. С труси ее, чтобы она там нигде не заплутала. А теперь лучше, конечно, не переходить на ту сторону. Смирно. Ой, нет. И строится все. Все с нами держит. Может, только чуть-чуть сюда подвинуться. Вот видишь, и тебе приходится на палку сетей. Вот. И мне относительно вот этого бокового надо будет сейчас увидеть, где оно. И вот так вот делать надсечки. Вот видишь, аж почти по 5 сантиметров, Аль. Мы снимаем по балансу. Я только не знаю. Ну вот, ты ж так и хотела. Так. Ну ладно. Друг тогда потом буду. Делить. Вот. И вот так вот сводим. Все время сводите одну и вторую точку. И все. У нас больше никаких нюансов нет. Ну, если нужен такой кусок, то не обрезайте в руках, держите. Вдруг куда-то его там задумали вложить. Либо мы Алю подвигаем, либо мы... То же самое, короче говоря, я буду делать с той стороны. Когда я могу закончить снимать, в принципе. Ну, да. В принципе, это все, да. Вот мы начинаем с того, что заправляем нитки в оверлок, меняем. Да, берем две ниточки. И вот так вот связываем между дружкой. Да, вот так. Складываем вместе. И как петелечку вот такую вот формируем. Оп. Класс. Все. Теперь начинаем протаскивать. Теперь ты держи. Молодец. Что мы делаем первое? Берем за две ниточки вот здесь. А возьми в общей виду. Сейчас все будет понятно. Вот так вот, да. Протащили. Сначала где иголки. Обрезали здесь. И обрезали вот здесь. Да? И где? Где? И обрезали вот здесь. Вот тут, где иголки и саму нитку, которую мы протянули. Потом поднимаем лапку. Сейчас я включу. Вот. И берем уже за вот эти. Вот ниточки. Сейчас поможем ему чуть-чуть. Да? И особенно помогаем вот здесь. То есть пока на мои нитки, да, не перейдет? Да, да. Пока на твои нитки ничего не перейдет. Вот так. Все великолепно. Напоминаю, нитки лучше в обязательном порядке. Дортак. Вот это убираете, потому что она здесь не по правилам заправки. Она тут естественным образом будет западать, когда я вот так вот делаю. Хорошо? Просто вы убираете. Все. Закрываем. Расправляем вот здесь вот венеточки. Да, чтобы они параллельно входили в иголки. Да? Берем пинцетик. И пинцетиком. Заправляем. Вытаскиваем. Оп. Одна. Если что, это видео точно есть на ютубе. Мы еще раз его просто полностью от начала до конца мы с вами заснимаем нашу юбку, чтобы вы могли потом повторить ее дома. Без меня. Да? И вот так вот вставим юбочок. Делаем, опускаем лапку, делаем холостой пинцетик. Можно даже помочь ей. Вот в эту сторону выправить. Можно даже вот эти вот две нитки выправить. Или не париться по этому поводу. Обрезать. Вот. У нас все настроено, все хорошо. Берем нашу юбочку. И начинаем обметывать. Мы ее уже осноровили. Осноровили это подрезали? Обрезали длину. Да. И начинаем вот. Смотрим, в какую сторону она была заутюжена. Туда и ставим вот этот припуск. Или всегда мы обметываем по лицу, чтобы лицо оверлока у нас было сверху. То есть мы всегда должны видеть лицо оверлока. Да? По технологии только так. И начинаем. Не начинайте никогда сразу от бока, даже может быть чуть-чуть дальше. Потому что где мы начнем, мы же потом здесь будем делать переход. Чуть-чуть, сантиметров 15-20. Вот так вот. И приставляем ткань к ножу. А ты можешь чуть-чуть сзади меня. Вот так, да. И начинаем обметывать. Да? Вот так вот. Но уже срезать, в принципе, почти ничего не надо. Ну, ничего не надо, да. Ну, может, миллиметрик там отсюда. Вот. Видишь, как он тут ложится. Сейчас все лишнее. Сам срежем. Единственное, вот я сейчас не просмотрела после осноровки низа, ну, когда мы обрезали, корректировали. Здесь может быть, знаешь, какой-то такой вот ровная-ровная линия. Тут чик, вот так. Чуть-чуть подсними, да, что-то плавнее. Но в шифоне нельзя так делать. Ну, то есть, если совсем там вот так вот, выпад такой острый, мы делаем. А так вот такие вот какие-то линии на шифоне, ну, в общем, будет отдельное видео. Смотрите видео на YouTube. Там надо все показывать. Еще я рекомендую, вот смотри, что я делаю. Я не то, чтобы натягиваю, а я просто расправляю вот так вот. Оно тогда лучше оверлок обметывает. Помогаю ему там, придерживаю. Видишь, еще у меня юбка вся лежит на столе, не на руках, ничего. Ну, так по кругу, видишь, вот этот вот момент. Я раз и сравняла. Вот, раз и сравняла, да. Все, давай по кругу уезжай. А в конце, как завершать, поставим пока. Мы с тобой подошли, вот это обрезаем, да, и начинаем. Идем плавно, на него находим, вот нашли, прошли где-то сантиметра 3-4, да, а потом вбок. Все, вот мы завершили, вот он так красиво получается. Все, теперь мы его сейчас возьмем, заправим. Для этого нам надо с тобой иголка с большим ушком. То есть берем такую вот иголку вот с таким ушком, вот. И не в ткань, а под ниточками, сантиметрика 2, да. И вот так вот мы с тобой, вот так вот ставим, да. До конца не вдевать, иначе трудно будет протаскивать. И вот так вот, даже так вот, слушай. Где-то оно затащилось. Все, вот на всю жизнь этой юбки этот верлок будет жить здесь. И теперь мы с тобой будем наметывать. Наметывать, что мы делаем? Начинаем всегда со швов. Вот, и у нас с тобой будет здесь отделочная строчка, поэтому мы обязаны на сантиметр минимум загнуть. То есть от конца верлока сюда где-то 3-4 миллиметра. Вот так вот. И начинаем вот так вот закреплять. Три раза на одном месте, чтобы удержать этот припуск. Потому что если он будет не удержанный, будет очень сложно. Да, вот так вот. Два раза. У нас очень какая-то тупая иголка. Давай мы все-таки поменяем иголку. Поменяли иголку. Так, и дальше начинаем, да? Либо на глаз вот так намотываем. Но если глаз еще не такой, что еще не очень удерживает, то я предлагаю поступить вот таким вот образом. Смотри, тут еще один из вариантов, видишь, напутается. Сейчас здесь еще раз запутается, я тебе покажу, как ее убирать. Что еще один из моментов, ты когда наметываешь, ну, сантиметр через сантиметр, и смотри, вот это слабо, видишь, вот это сильно туго, а вот это нормально. Да, чтобы она вот эта часть не отходила. Вот. И чтобы было еще удобнее, берем, можешь несколько брать булавочек. Либо отмечать на мыло, ну, только должно быть очень тонкое мыло. Либо вот так берешь под линейку, на булавочку, и вот так вот намечаешь. У нас чуть-чуть больше, чем сантиметр, скорее всего, будет. Ну, где-то 1,1, да? И вот так, ну, и вот так вот, это будет проще, чем ты будешь на, ну, давай 1,1 делай тогда по кругу. В итоге где-то почти 0,5, ну, вообще на сантиметр. Я же там делала на сантиметр, тут-то сантиметрик, вот. Видишь, четкий сантиметрик, да? И вот так вот намечаешь, намечаешь какое-то количество под линейку, так проще будет, чем мыло. Мыло имеет определенную толщину и сложнее. И потом вот так берешь и наметываешь, вот так по кругу. Оп. Это длительный процесс. Ну, может, тоже может перекатиться там и миллиметр, и дать сместиться? Нет. Ну, может, но ты старайся, чтобы этого не было. Да? Так подтягиваем. Ну, только почаще ставишь булавки. Но старайся, чтобы было одинаково наколото, естественно, одинаково наметано. Ну, вот давай по кругу наметывай. Теперь вот это все убираем. Включили, да? Кладем наизнанку, ну, лицом вниз. И я вот здесь разрешаю, даже рекомендую работать с паром. Потому что мне надо быстренько приутюжить перед тем, как мы будем с тобой строчить отделочную строчку. Просто вот девочки подшивали вручную, когда юбка где-то вроде колено, можно вручную. А длинную юбку в пол нельзя вручную отшивать, потому что оно будет цепляться, точно вырвется. Тут должна быть однозначно только какая-то строчка, ну, и ни в коем случае ничего другого. Вот, и мы с тобой вот так. Вот тут буквально чуть-чуть припарила, 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 этого доставили. Просто, чтобы оно улеглось и сильно, чтобы долго не работали здесь. Потому что останутся вот эти вот, остаться сильные следы от наметки. Поэтому чуть-чуть. Почему мы сейчас это делаем? Тебе легче сейчас будет строчить делать отделочную строчку. Легче. Это вот в обязательном порядке по кругу вот так делаем. Ну, смотри внимательно, как я положила. Я разложила ровненько, как она хочет лежать. Видишь? Вот здесь ровно она лежит. Не надо ничего тянуть, когда вы будете утюжить. Вот, и все. Чуть-чуть. Он что-то не хочет сразу парить. Поэтому я его пришикину. Все, вот оно чуть-чуть остыло. И перемещаешь, перемещаешь, по кругу, по кругу. Заправляем нитки в машинку и начинаем строчить. Все, теперь только с этой стороны. Вот мы поставили обыкновенную лапку. Поставьте, чтобы вот это вот, видишь, без смещения иглы было. Ровно посерединке или смещайте, если вам это надо. Но я думаю, нам достаточно четкое вот такое положение. Можно здесь строчить 2,5 мм, но лучше четверочкой. Но четверочка, если какой-то случайно стоптанный, острый будет набойка на каблуке, она может случайно задеть. Редко-редко такое бывает, но можно. Давай мы не 4, давай поставим 3, и не 2,5. Давай не вашим, а не нашим. Вот. И сейчас мы где-то с тобой, а, мы с тобой ровно на сантиметрик подшивали, поэтому мы с тобой берем и начинаем тоже не сбоку, обязательно по лицу. Только по лицу, не сбоку, а вот тут чуть-чуть отойдем. Мы можем с тобой вообще сделать чистый край без закрепок. Ты потом пройдешь вокруг и сюда придешь четко в это же место. Потому что закрепка, она не всегда красива. Ну, смотрите, конечно, сами, но производители, конечно, не парятся по этому поводу. Всегда делают закрепки. Начиная с буквы. Производители даже закрепок не делают. Это все разваливается. Так, значит, начинаем. Вот так. Как я ставлю? Я ставлю лапка вплотную к краю вот нашей юбки. Подогну там у краю, да? Четко. И когда я буду строчить, я только буду смотреть вот сюда, чтобы ткань была вплотную вот тут, вот возле лапки. Вот так. Вот ткань вплотную к лапке вот здесь. И вы посмотрите только сюда. Больше никуда не смотрите. Если я вклад посередине ровно, да? Да, да, ровно посередине, потому что если я сейчас ее смещу, у нас может строчка не попасть вот сюда посерединке, а может вот тут где-то попасть, а где-то не попасть, сделать воздух. Ну, нам такое точно не надо. Поэтому вот на 0,7, если вы подгибаете на сантиметр, то на 0,7 вы строчите. Помните, обязательно наматываем на палец вот ниточки, чтобы. И здесь я сейчас сильно тянуть не буду, я просто вот такое движение буду растягивающее делать, потому что здесь у меня боковой шов, мне очень сложно будет здесь ровно пройти. На вот этих вот всех швах, ну, надо постараться сделать, чтобы была ровная строчка. Так, никуда не спешим, особенно на вот этих вот моментах. Вот, потом либо вот так вот растягивать каждый шовчик. Пришла? Да? Либо, если будет получаться, и это будет нужно, можно будет вот так. Только не сильно тянем. Мы просто помогаем расправиться ткани и смотреть, чтобы она вот здесь была вплотную к краю. То есть мы, если нам не надо, ну, чтобы чего-то там растягивалось очень сильно, нам надо, чтобы вот просто ровно прострочить. У нас нет тут цели, чтобы строчка была эластичная, чтобы она не тянула. Ну, как бы есть, в общем-то, такая цель, но... Тут будет очень многие факторы за себя говорить, насколько вы вот ровно на металле, настолько оно и будет. Может, значит, смотрите, не паритесь, как она там получается, делаем по кругу, потом, если надо, делаем коррекцию. Хорошо? Я покажу, если что, как делать. Сейчас я растягиваю чуть-чуть ткань. Когда начинаете дальше строчить иголка внутри, да? Обязательно в порядке, вот только вот так. И внутрь. Теперь можно и просмотреть чуть-чуть. Получилось? Красиво. Вроде ничего. Но все равно всю эту коррекцию, вот видишь, тут немножко край подвыбился при наметке. Вот так она должна быть. То есть она, вот эта вот нитка, которую мы сейчас крайнюю строчку делаем, она не должна вот тут быть, притык. Поэтому ни на каком смещении не идет речи. Если бы на полтора загибали, можно было ровно на сантиметр прострочить. Ну, я считаю, что так хорошо. Почему бы нет? Вот и опять тоже так чуть-чуть тянем. Давай медитируем по кругу. Где у нас с тобой завершился момент этот? Ага, вот с этой стороны. Вот, мы четенько пришли. Тут даже нигде не разберете, где мы закончили. Ну, вот только если... Ну, вот можно было здесь манипулировать и прямо стежок стежок... Ну, ничего. Ты взяла, связала, да? Два раза протянула между, и это мы сейчас срежем. И теперь давай просмотрим, чего-то как. Ну, практически идеальная строчка, смотри. Главное, чтобы мы вот тут везде попали, чтобы на пустоту не попали. Видишь, она тут все ближе, ближе и ближе. Так это мы просто на 0,7 делаем сантиметр. Вот, великолепно. Посмотри, как ровно. Какая ты молодец. Вообще никакой коррекции. Супер. Класс. Если где-то надо, я не буду ее делать. Видишь, какая-то... Ну, все великолепно, молодец. Все, аккуратненько вынимаем наметку и идем опять приутюживать окончательную утюжку. Делаем юбки. Как убрать? Мы сейчас все убрали. Видишь, вот эту вот... Вот эту штучку как убрать. Ну, сложновато, но можно ее убрать. Давай даже вот отсюда и начнем. Вы когда начинаете утюжить, вот тоже оно должно вот здесь лежать ровно. Не здесь, а вот здесь. Потому что, может, здесь что-то надо будет с утюжить. И рекомендую я уже без пары идти. Берем квадчик, взбиваем. Сейчас посмотрим, без пары ли. Как лучше поступить. Сейчас будем смотреть. Давай, наверное, и с паром в том числе. Сейчас я буду еще и вот так вот ее. Сейчас посмотрим. Только нам обязательно в порядке надо будет... А в чем разница? А он не дает... Сильно припаривает. Вот тут разжаривает часть стола. Дольше будет фиксироваться. Видишь, я вот так вот намочила. Чуть-чуть сильно не перемачивайте. Пока вот так наезжать будем, да? Аккуратненько. Вот это так не пережарить, ну, не перегреть, чтобы не остались ласы, там, например. Вот так. А вот эту часть будем фиксировать лаптем. Вот так вот. По идее, оно должно уйти. Вот эта вот присбористость. Может, не полностью вся, но будем сейчас стараться ее убирать. Видишь, я под давлением держу эту часть. Под давлением держу. Чуть-чуть она есть. Еще можно, знаешь, что делать? Вот так до конца... Ну, до начала конца обметки вот так делать. Еще больше мы вот так приутюживаем. Вот чуть-чуть я вижу, что чуть-чуть остается. И не убираешь до тех пор лапать, пока оно не остынет. Иначе он не зафиксируется. Вот, короче, долго утюжить. Ну, долго. Полчаса ты короче, вот ты будешь утюжить. Вот. А потом, когда домой придешь, будешь перед тем, как уже оттевать, ну, чуть-чуть ее вот тут пройдуешь. Вот эти вот, потому что еще дойдешь домой, она может под гадость еще зафиксироваться. Вот. А мы с вами вешалочки не делаем, да? Мы же все дружно забыли. Да, не понимаем. Потому что у тебя юбка должна только висеть на вешалочках, в том числе и сушиться. Ну, если что, можно подпороть. Можно прищепку, да. Можно. Только паркать нельзя на прищепку. Он прижмет там все, оставит след. Да? Ну, вот. Видишь? Чем дольше, тем лучше. Но не передерживай, чтобы вот этот кончик не... Ну, вот, в общем-то, вот. Не, ну, хорошо ты простречила, но хорошо получается. Здесь просто угол 45 градусов, поэтому здесь сложнее. Все, чужень. Ну, вот, таким образом, по всему кругу, кругу, кругу и все. Юбка. У меня дома лаптя нет. Надо же заготовить. На ютубе видео есть. Сейчас я тебе еще дополнительно покажу. Давай сейчас я тебе покажу.